всех приветствую ребят не представляете как я рада наконец-то вас видеть в общем напишите пожалуйста если все нормально я боюсь шевелить камерой потому что недавно был казус надеюсь сегодня все будет нормально и она не вырубится здравствуйте все все на месте значит сегодняшний веб хочется верить в то что будет полезен вообще всем а тем кто боялся приступать геометрии второй части то есть вот как бы с 1 как будто бы все норм а вот там какой-то психологический барьер до во второй части вот я думаю что вам сегодня должно стать лучше и должна пропасть вот это вот самое боясь я кто со мной ботал на курсе с кем мы все эти номера уже прорешивали там начиная сентября этот вам просто все структурирует еще раз напомнит и опять-таки придаст уверенность своих силах я надеюсь вот я бы конечно рекомендовала я уже говорила об этом этот интенсив смотреть после того как вы посмотрели три веб чека открыты вот на ю тубе были а по треугольником номер 15 четырехугольником 17 и окружности 16 но если вы их не смотрели и считаете что геометрию на каком-то уровне вы дознаете то в общем смело начинайте смотреть сегодняшний веб если совсем не пойдет значит надо посмотреть сначала те три а потом переходить к этому в общем такой план сразу скажу сколько всего прототипов номера 23 они ничего не поменяли они оставили все так же как было пока что во второй части изменения не вижу я вижу кучу изменений в банке фипи в сторону упрощения причем в первой части во второй части пока не обнаружены и еще раз все просмотрела значит у нас с вами 18 видов 18 23 номеров какие-то чаще на реальном ауге встречаются какие-то реже но это ни о чем не говорит на самом деле казалось бы какой-то номер ну типа чего за фигня это точно не встретиться в общем когда я такое говорила детям они встречались поэтому я буду пожалуй молчать по этому поводу 18 номеров сегодня 9 среду 9 а сегодня без окружностей кто боится окружность пока что сегодня с вами будет нормально сегодня треугольники четырехугольники полностью фактически буквально там к это одна задача на четырехугольники вроде остается на следующий веб и в среду полностью окружность значит 9 9 разбиваем 18 задач пополам сколько сегодня будем сидеть сразу наверное вопрос но я бы сказала наверно часа три будем но если уложимся в 2 сплей на будет замечательно то есть три задачи в час звучит реально вот быстрее быстрее тоже реально но не сильно быстрее так следующий момент который я должна сказать наверное ну кто меня может смотрят в первый раз или там во второй в третий в геомке я гну следующую линию что главная тема геометрии это в принципе подобие разбираетесь в подобие вероятность решения задачи по геометрии второй части у вас многократно возрастает самая-самая главная тема вот поэтому сейчас я пожалуй начну с темы подобия треугольников постараюсь недолго естественно без доказательств ну и сразу скажу то ну не то чтобы достаточно но можно если вы совсем все плохо можно на первый признак подобия потому что он вам почти все задачи решает второй третий относительно бесполезный конечно вместе что-нибудь покидают но формате угает действительно так поэтому прошу меня простить если для вас это слишком легко я тем не менее все-таки повторю тему подобия треугольников там же нас сейчас 5 или 6 задач подряд будет решаться исключительно фактически по этой теме хоть некоторые задачи вам решать несколькими способами потому что ну не пятью не шестью а примерно двумя потому что ну короче и задача где я не разобралась что для вас проще кому-то проще один метка кому-то проще другой поэтому в общем чтобы всем угодить да не могу вам голову залить хватит болтать подобие треугольников всей теории сегодня естественно не будет мы уже нареживаем прототипы у кого хромая теория по треугольникам по четырехугольникам на мои вебчики 2 3 часовые по 15 и 17 задачам подобие треугольников на пальцах что это такое это треугольники одинаковые по форме но разные по размеру это пока не признаки это пока определение как себе представить был у вас маленький треугольничек вы его взяли и равномерно раздули то есть он у вас не был худым а потом стал толстым он оставил свою форму но раздулся вот такие треугольники называются подобными а теперь что мы знаем то есть если треугольники подобны можете кстати написать что вы знаете про подобные треугольники то у них там равно что у них еще что-то останется 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 прошу прощения уважаемые кураторы если вы здесь есть иногда отвечаете на вопросы если я я стараюсь смотреть чат но не всегда помню об этом значит если треугольники подобны то у них три пару углов равны смотрите не все как бы 6 а попарно пара 1 пара 2 пара 3 это напоминаю если мы уже знаем что треугольники подобны мы это либо доказали либо нам в условия сказали три пару уголочков вот кстати сразу такой момент а ну вот иногда в чат куратором пишу да весь когда домашки делать ну типа три угла же равны значит треугольники равны нет они не равны они тогда подобны они могут по итогу оказаться равными то есть вот если коэффициент подобия равен единицу подобных треугольников то они действительно равны но в целом если три угла в треугольнике равны то они только подобны они не равны дальше а вот дальше чуть посложнее момент три пары сторон пропорционально друг другу что это значит а врачу при пару углов равны три пары сторон пропорциональными вот что такое 3 пары сторон пропорциональны вот нам в треугольниках все было легко напротив равных углов у нас лежали равные стороны это равно это равно Но этой, это равно этой. А в подобии это будет значить, что напротив равных углов лежат пропорциональные стороны. Что же это такое? Пропорциональные – это те, которые как раз равномерно раздулись. Скажем, вот эта сторона была х, это у, это z. Давайте частный случай. Раздули мы все в два раза. Тогда эта сторона 2х, это 2у, это 2z. Вот, это, конечно, частный случай об общем виде кх, ку и кz. И к, и есть тот самый коэффициент подобия. То есть пропорциональные стороны – это равномерное раздувание всех трех сторон. То есть вот у меня сейчас все стороны равномерно увеличились в два раза. Тогда коэффициент подобия равен 2. А что за пропорциональные стороны? Они всегда в подобных треугольниках лежат напротив равных углов. То есть вот здесь напротив синенького лежит сторона х. Значит, здесь напротив синенького, ну если мы раздули все два раза, лежит сторона 2х. Напротив фиолетового Y, напротив фиолетового 2Y и так далее. То есть, как это пишется обычно? А, B во столько раз меньше А1, B1, во сколько B, C меньше B1, C1, во сколько А, C меньше А1, C1. Ведь что значит это действие деления? Во сколько раз одна сторона больше или меньше другой? То есть, я сказала, это меньше этой в такое же количество раз, как это меньше этой, в такое же количество раз, во сколько эта сторона меньше этой. Покидайте, пожалуйста, сердечки, если поняли на пальцах, что такое подобие. Правда? Ну, чтобы потом не зазубривать, когда у нас половина 23-х ровно решается через подобие, если не больше, надо понимать. Надо не просто научиться механизм, там, лайфхак, как писать подобие треугольников, хотя мы об этом тоже поговорим, а примерно понимать вообще, что это такое, откуда взялось. Просто равномерно раздули стороны треугольника. Если я вот эту увеличила в два раза, а вот эту сторону уже в три раза, они не могут быть подобными. Так, 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 так. Как правильно записывать подобные треугольники? Ну, знак подобия пишется, ну, типа, примерно как знак бесконечность. Как бы, ну, не замыкая. Ну, хотя если вы замкнете, это не ошибка, но обычно не замыкают. Вот, ну, кто-то вот так пишет. То есть и то, и то корректно, и в целом вас поймут. Ну, если боитесь, напишите словами. Подобен, и все. Так, теперь признаки. То есть, смотрите, определение нам особо-то не поможет. То есть, определение позволяет понять, что это и с чем это едят, да, грубо говоря. А вот как в определении равных треугольников. В равных треугольниках все пары, три пары углов равны, и три пары сторон равны. И что мы же, мы же, когда доказываем равенство треугольников, мы не доказываем равенство шести пар элементов. Что за абсурд, нам никто не даст. А равенство шести пар элементов. Точно так же в подобии. Мне нужно три пары углов, и вот эта вот пропорциональность трех пар сторон, и никто в разумном умеет, естественно, мне это в задаче не даст. И не нужно. Оказывается, для того, чтобы... То есть это все, что мы можем вытащить из подобия, после того, как будем знать, что треугольники подобны. А для того, чтобы доказать, что треугольники подобны, нам нужно куда меньше инфы. И вот это признаки. Типа, чего нам достаточно, чтобы доказать, что треугольники подобны? Вот. Если у вас память, как у рыбок, запоминайте первый. Я вас умоляю. Решая 90% задач. По двум углам. Вот. Короткая формулировка. Не буду удлинять. Если у вас есть два треугольника, и оказалось, что в них две пары углов равны, то треугольники подобны. Коротко, емко, понятно. И звучит не очень страшно. Раз пара, два пара. Из этого делаем, что треугольник ABC подобен треугольнику A1B1C1. Оформляется обычно по двум углам, и эти углы вы перечисляете там и объясняете. Другие признаки словами не пишут. Там страшнее формулировка по двум парам пропорциональных сторон и углу между ними. Короче, там можете просто перечислять вот эти самые углы пропорциональные стороны и не писать в конце фразу по-бла-бла-бла-бла-бла. По двум углам, когда обычно пишут, решая 90% задач. Сразу. Что бывает в этом случае? Бывает, что вы пишете по трём углам. Ну, я сразу скажу, что вам это, конечно же, засчитают. И, конечно же, проверяющие сделают примерно вот так вот. Ну, то есть они как бы поморщатся, но засчитают. Многие это вообще не переносят, но формально-то, если три угла равны, то треугольники подобны. Короче, двух, естественно, достаточно. Три — это перебор, поскольку если два угла в треугольниках равны, то третий, так как сумма 180 градусов, автоматически равен. Поэтому не надо вам про три равных угла говорить, достаточно про два. Ну, если вы скажете, вы по-своему будете правы. Просто, ну, перебор инфы. Так. Три пропорциональные стороны, два пропорциональные угла между два угла. Да, всё правильно, Юль, вы написали. Если первый признак, всё отлично. Нет, мы ещё не начали. Погнали. Номер два. По двум парам. Пропорциональных. Тут не обязательно запоминать формулировку. Поймите в своей голове, что вам нужно. По двум парам пропорциональных сторон и углу между ними. Ну, я не знаю. Это на вскидку моя оценка. Не знаю. Решает 9% задач. 1,24 будет на эту тему. В ОГЭ я больше не помню, честно говоря. Всё это можно обойти. Что это значит? Это если у вас оказалось, что две пары сторон пропорциональны, и ещё угол между ними. Вот, допустим, угол B равен углу B1. Значит, пропорциональными должны быть стороны, примыкающие к этим углам. Вот это к этой, как вот это к этой. То есть, как это запишется? А B относится к A1, B1, так же, как B, C относится к B1, C1. Обратите внимание, что надо писать обязательно из разных треугольников. Многие пишут это к этой, как это к этой. Это формально правда, но могут не засчитать. Потому что пропорциональность сторон – это всё-таки из двух треугольников. Это к этой, как это к этой. И угол B равен углу B1. То есть, вот, если мне надо было доказать, вы бы могли написать, вот это выполнено, вот это выполнено, следовательно, треугольники подобны. И не говорите эту фразу по двум парам пропорциональных сторон и углу между ними. Ещё, вот, смотрите, если сомневаетесь, как грамотно писать, лучше меньше слов, больше символов. Потому что многие говорят «стороны подобны». Формально это фактическая ошибка. Стороны пропорциональны или стороны являются сходственными. Есть там ещё такое определение. Но стороны не подобны. Подобны треугольники, стороны пропорциональны. Как-то так. В общем, второй признак. И третий не используется почти никогда по трем парам с пропорциональных сторон. Почему не используется почти никогда? Очень много данных должно быть. Один процент задач. Вообще, ну честно, я почти никогда не видела, кроме тренировочных. Значит, три пары сторон пропорциональны. Ноль углов. Вы знаете только какие-то длинные ли отношения, что звучит почти невероятно. АБ к А1, Б1. В столько же раз больше, во сколько БС больше, чем Б1, С1. В столько же, во сколько АС больше, А1, С1. Явная аналогия с признаками равенства треугольников. То есть там было по трем сторонам, здесь по трем парам пропорциональных сторон. Там было по двум сторонам и углу между ними. Тут по двум парам пропорциональных сторон и углу между ними. Прям явно прослеживается. Там было по стороне и двум пролежащим углам. Здесь просто по двум углам, потому что пропорциональность одной пары сторон – это полный бред. Пропорциональность – это раздутие. А когда мы говорим про одну пару, ну окей, одна сторона раздулась какое-то количество раз. Короче, пропорциональность одной пары смысла не имеет. Поэтому вот вам явная аналогия с признаками равенства треугольника. Запомнили одни, автоматически запомнили вторые. Равенство углов сохраняется, равенство сторон меняется на пропорциональность сторон. Конец. Кидаем сердечки, если все отлично. И мы сейчас, ребят, перейдем уже к задачам. И на задачах будем использовать всякие лайфхаки. Я уже на задачах буду рассказывать, как писать по картинке, как писать по буквам, как писать по всякому разному, потому что задач наподобия много, а времени не так. Повторите, пожалуйста, второй признак сейчас. Сохранится, сохранится стрим. Мы всегда сохраняем, мы не удаляем. Мы же не сумасшедшие. Кто вообще так делает? Кто-нибудь так делает? Так. А вы тоже так пишете? А как? Не знаю, как я пишу. Значит, повторите, пожалуйста, второй признак. Повторяю. Если, ну вот, как он звучит? По двум парам пропорциональных сторон и углу между ними. Что это такое? То есть, смотрите, у двух треугольников должна быть одна пара равных углов. Я вот просто сама взяла, пусть угол B равен углу B1. У меня звучит по двум парам пропорциональных сторон и углу между ними. Типа, значит, угол B должен быть между этими пропорциональными сторонами, то есть стороны пропорционально как бы опоясывают этот угол. Поэтому, если я выбрала угол B и угол B1, то у меня должны быть пропорциональные стороны вот это и это, и это и это. Что такое пропорциональные стороны? Ну, типа, желтое в большом во столько раз больше желтый в маленьком, во сколько зеленое в большом больше, чем зеленое в маленьком. Ну, я писала сначала про левый треугольник. Короче, АВ относится к А1, В1, как ВС относится к В1, С1. Вот пропорциональность двух пар сторон. Это сейчас желтая пропорциональность и зеленая пропорциональность. А вот у меня угол между ними. Угол В и угол В1. Так вот, сейчас вот это все выполнено. Из этого можно сделать вывод, что треугольники подобны. Это второй признак подобия треугольников. Let's go, я согласна. Так. Обязательно отношение большей стороны к меньшей? Вообще не обязательно. Вот смотрите. Не-не-не, конечно нет. Можно меньше к больше. Главное, если вы начали с меньшего треугольника, у вас везде в числителях должны быть стороны от меньшего треугольника, а в знаменателях от большего. Если начали писать большего к меньшего, то во всех числителях стороны большего треугольника, а во всех знаменателях пропорциональны стороны меньшего треугольника. Такого требования нет. Обязательно больше, меньше писать. Так, еще если есть вопросы, пишите. Погнали. Отрезки А, Б и Д, С лежат на параллельных прямых. Рисуем параллельные прямые. Я быстренько напоминаю, что параллельные прямые те, которые не пересекаются. Если у вас там есть секущие, у вас получается очень-очень много всяких равных углов, накрест лежащие, соответственные, односторонние, которые в сумме дают 180 градусов. Эту тему надо знать хорошо. Так, А, Б. Но я сейчас рисую, если, ну как, рисую на АБУМ почти условия. Вот АБ и Д, С мне сказали. Но рисую, лежат на параллельных прямых отрезке, А, С и Б, Д пересекаются. То есть, если бы я неправильно как-то буквы расставила, мне бы пришлось стереть. Но я сейчас пока попадаю. Пересекаются в точке М. Отметили. Найдите М, С. Давайте я сразу выделю. Если А, Б равно 16, дано я, кстати, игнорирую. На экзамене так делать можно, если вы в решении вводите все буквы. А, С. Вот эта вот длинная сторона. Сейчас я, может быть, эту уберу, пока не знаю. А, С равно 25. Вот мне очень удобно обозначать, когда мне дают что-то, что раздробилось на более мелкие отрядки. Короче, еще раз, что мне дали? Мне дали две параллельные прямые. Вот так вот пересекли. Дали эту сторону в верхнем, эту сторону в нижнем. Попросили найти зелененькую и дали длинную АЦ-шку. Я считаю, что это один из самых простых номеров, и на нем подобие прочувствовать прикольно. Помните, да, что я вам говорила? 90% задач, а в случае с 23, наверное, все 100, решаются первым признаком подобия треугольников. И давайте я сразу, вот чуть-чуть отойду на эту задачу, обещаю, что прямо на 5 секунд, скажу вам элементарные конструкции для подобия. Это когда у вас есть вот так вот параллельные прямые. У вас что получается? Ну, параллельные прямые сразу огромную кучу накраслящих углов дают. Вот эти равные, вот эти равные, эти как вертикальные. В общем, такую конструкцию запоминайте, накраслящие плюс вертикальные. Три пары не нужно. И еще вот просто супербаянистая конструкция, это когда вот так прямые параллельны. То есть вот тут нас накрест лежащие спасли, а вот тут вот соответственные. Потому что ведь если прямые параллельны, то соответственные уголочки равны. И вот этот угол общий. Запомните хотя бы эти две конструкции для начала, потому что самые простые задачи на подобие, это именно эти две конструкции сегодня у нас будут так же. То есть при такой картинке вертикальные плюс накрест лежащие, при такой картинке, это все если прямые параллельно по условию, при такой картинке соответственные уголочки при параллельных прямых и общий. Вот. Как я постоянно говорю на курсе, для подобия есть, на мой взгляд, три очень простых вида углов, которые надо видеть. Запоминайте, три простых вида углов, которые надо замечать закрытыми глазами. Это вертикальные. То есть вы даже задумываться об этом не должны. Вот вертикальные углы видим равны. Это общий угол и это прямые углы. То есть если там какие-то высоты у вас или что-то чему-то перпендикулярно, прямые уголочки отмечаем, подобие прям видим сразу. Вертикальные, общие и прямые. Потому что обычно у вас всегда в подобии треугольников есть один угол, который относится к этим трем типам. Вертикальные, общие или прямые. И они находятся с легкостью. А второй угол, ну, иногда сложно, иногда легко. Там уже от задач зависит. Так. Первый признак. Вертикальные накраски лежащие. Все молодцы. 15 ответов. Возможно, вы правы. Я, кстати, файлик с условием прикрепила. И если вы задолбались меня слушать, решайте сами, периодически поглядывая. Значит, погнали. Что мы видим? Мы видим два треугольника. Вертикальные всегда оформляются быстрее, чем накраски лежащие. Поэтому я могла взять, действительно, как вы написали, две пары накраски лежащих. А могла взять вертикальные накраски лежащие. Вертикальные пишутся намного быстрее. Поэтому я беру вертикальные и фиолетовые накраски лежащие. А когда мы говорим про накраски лежащие углы, обязательно абстрагируйтесь от всех остальных секущих и назовите нужную. То есть вот я сейчас вот эти углы хочу взять. Я забиваю вот на эту прямую, я смотрю только на вот эту часть картинки. Может себе на черновике даже перерисовать, чтобы не запутаться в правильном названии секущей. Погнали. Как оформляем? Можно писать сразу, треугольник такой, ты подобен треугольнику так как. Можно писать сначала, рассмотрим треугольники, а потом бла-бла-бла, следовательно, они подобны. Я буду писать сразу. И внимание, вот сейчас обязательно послушайте. Если вы делали не так, обязательно переучитесь. Вот просто поверьте, что для 25-й это капец как будет важно. Не только для 25-й. Как писать подобные треугольники в правильном порядке, чтобы потом вообще не смотреть на картинку и писать соотношение сторон закрытыми глазами. А в сложных задачах это капец как вам пригодится. Подобие треугольников с правильным порядком букв. Посредоточились. Первый пишу рандомно, как мне в голову сбредет. А, Б, М. А второй пишу таким образом, чтобы равные углы стояли на одинаковых местах. Что это значит? Треугольник А, Б, М я записала. Я назвала сначала белый угол, потом фиолетовый, а потом зеленый. Чтобы второй треугольник написать в правильном порядке относительно первого, я должна тоже назвать в нем буквы в порядке белый, фиолетовый, потом зеленый. С вас этот треугольник. Так, да, девять задач. Мы должны успеть. Три часа. Еще раз, с вас второй треугольник, большой, нижний, крупный, в правильном порядке, исходя из того, что я сказала. Это, ребят, очень важно. С, Д, М. Да. Белый, фиолетовый, зеленый. По двум углам. Можно ли обозначать углы цифрами? Можно. Но вы тогда в решение должны ввести, пусть угол такой-то равен углу 1, то есть не только на картинке. Я так почти никогда не делаю, потому что пока все эти углы введешь, по итогу, ну, я лучше обычно иксы ввожу, там, если нужно. Типа пусть угол такой-то икс, тогда угол такой-то 180 минус икс или альфа. Вот цифры я не придумала, как это записать, чтобы по итогу это было выгодно. Так, кидаем сердечки, если вы поняли этот очень-очень важный момент для подобия треугольников. Что называем первый родомно, второй называем так, чтобы равные углы были на тех же самых местах, потому что сейчас буду соотношение писать с закрытыми глазами. Ну, до соотношения еще как до луны, потому что я должна объяснить, почему они подобны. А тут можно по-разному. Точки ставить, А, Б ставить, ничего не ставить. По двум углам. Я сейчас тупо эти два угла перечислю. Угол А, М, Б равен углу Д, М, С вертикальный. И следующая мысль, что фиолетовые равны, как накрест лежащие. А, Б, М, верхний фиолетовый, равен углу М, Д, С. Вот сейчас аккуратно. Еще раз перечислю. А, Б, М, М, Д, С. Все четко. Как? Внутренние накрест лежащие. В НЛ лучше не пишите, как по мне. То есть сокращаете, но в разумных пределах. За это поставят ноль. Обязательно параллельные прямые и обязательно секущие. При А, Б. Это параллельное условие было, поэтому я ничего не размусоливаю. И секущая, как я вас учила, вот при вот этой секущей образовалась. От всего остального абстрагируемся. Секущая сейчас Д, Б. Два угла я объяснила. Теперь можно переходить к соотношениям. В целом я могу сначала записать в буквенном виде, а потом уже ввести иксы и посчитать. Могу наоборот сначала ввести иксы, потом записать в буквенном виде соотношения. В целом неважно. Ну давайте, раз я только что подобие доказала, мы сейчас научимся второй важной вещью. То есть первая важная вещь была в правильном порядке называть треугольнички. А вторая по важности вещь, это как следствие с первой, правильно писать соотношение сторон. Если вы найдете подобные треугольники соотношения сторон, но кажете неверно, все зря. Способ первый. Геометрический по картинке. Напротив равных углов лежат пропорциональные стороны. И поехали. Начну с верхнего. Напротив фиолетового верхним лежит АМ сторона. Скажите, пожалуйста, а какая в нижнем лежит напротив фиолетового? То есть у меня напротив равных углов лежат пропорциональные стороны. Поэтому, если я такая, вот в верхнем беру сторону АМ, она лежит напротив фиолетового угла, то пропорциональные ей в нижнем обязаны тоже лежать напротив фиолетового угла. Какие молодцы, работают. АМ к МЦ. Соскучились, видимо, да, по мне? Дальше. Беру зеленую напротив зеленого сверху. Значит, пропорциональные ей снизу тоже напротив зеленого. Значит, это ДЦ. Теперь, беру напротив белого сверху. Это МБ. Значит, напротив белого снизу. Так, все правильно я сказала? Да, МБ напротив белого снизу ДМ. Вот. Это я написала с помощью картинки. По правилам, напротив равных углов лежат пропорциональные стороны. Я так не делаю почти никогда. Способ номер два. Я сейчас получу те же самые соотношения, но объясню вам, каким образом. Я все свои силы отдала, чтобы написать вот эти буквы в правильном порядке. Теперь я все буду по ним делать. Первые две к первым двум. АБ к ЦД так же, как вторая третья ко второй третий. БМ к ДМ так же, как первая третья, первая третья. И я делаю почти всегда так. Но тогда надо, повторюсь, очень тщательно подумать на этом моменте, зато потом не думаем. Ну, смотрим. АМ к ЦМ есть. АБ к ДЦ есть. БМ к ДМ есть. Двумя способами я написала. Геометрическим и так называемым алгебраическим. Получилось все хорошо. С вас прям в чат. Понятно или нет? Мне важно, чтобы понятны были оба способа. Вот реально. Геометрически напротив равных углов лежат пропорциональные стороны. Алгебраический. Написали буквы в правильном порядке. Одинаковые углы на одинаковых местах. И дальше зафигачивали буквы. Первые две к первым двум. Вторые две ко вторым двум. Первая с третьей к первой с третьей. Так. А на креслежащие без внутренних? Да, конечно. Можно, можно. Так. Сколько типов? Типов 18, вебов 2. 9 и 9. Сегодня среда. Это одна из самых легких задач? Да. Ну, смотрите. Она поначалу вам может казаться сложной. Но после того, как мы 3 или 4 задачи решим на подобие, я надеюсь, проникнет вам в мозг. Причем там все время будет один и тот же признак. Первый. Если кажется тяжеловато, вам на веб по 15. Но потерпите еще. Попробуйте потерпеть, потом напишите. Ребята, да, напишите, кому, кстати, ну капец как сложно. Интересно, много ли здесь таких? Что вообще неподъемно? Насколько сложнее другие задачи? Нет, они примерно одного уровня. Просто вот сейчас мы погрузимся в тему подобия. И я говорю, к пятой задаче на подобие вы начнете чувствовать уверенность в себе. И у вас как бы сразу пласт из пяти задач. Вот одна тема все решает. Вам будет легче. Так, кто не понимает, ну попробуйте еще чуть-чуть посидеть. Там 2-3 задачи. Если нет, значит вы просто еще не готовы. Вам надо заботать нормально геомы из первой части 15, 16, 17 и вернуться чуть попозже к этим вебам. Запись сохранится. Значит, теперь вернемся к нашей задачи. Ну смотрите, зеленую надо найти. У меня вот эта длинная, а в сторонах фигурирует, ну, типа, вот эта к этой, как эта к этой, как эта к этой. То есть вот эта 25 я должна как бы разделить. Это обозначая за х, это 25 минус х. Вот, пожалуй, чуть ли не единственное, для чего тут надо догадаться. Вести грамотно х. И сейчас все будет легко. Но я не могу вести эти х только на картинке, поэтому я говорю, пусть в решении тоже надо. Мц равно х, тогда АМ это АС минус МЦ. Надеюсь, очевидно, да? Вот эта штука, это длинная АС-шка минус зелененькая МЦ-шка. Получается 25 минус х. Все, я объяснила, а теперь я просто в это соотношение подставляю. Вам никогда не понадобятся все три дроби. Вы пишете три, пока не понимаете, какие вам нужны, а потом выбираете нужные. АМ к МЦ. Нужная, потому что у меня здесь мои х фигурируют, то, что надо найти. Поэтому я пишу 25 минус х, это АМ, делить на МЦ, это х. Дальше, АБ к ДЦ. Снова нужная, потому что здесь данные есть. 16 к 24. А вот эта, получается, МБ к ДМ бесполезная, потому что я про эти стороны ничего не знаю. Я свела одно подобие, и я свела свою геому на секунду из второй части за одно действие к алгебре, к уравнению, которое вам может попасть в алгебре в первой части, в принципе. Что делаем? Крест-накрест по пропорции перемножаем. Тут, кстати, в геоме ОДЗ обычно не пишут, когда уравнение решают. В алгебре это было бы критично. То есть в алгебре надо было бы написать х не равен нулю. Так, крест-накрест. Произведение равно основное свойство пропорции, равно 16 умножить на х. Можно раскрывать, но я вижу, что обе части делятся на 4. Получается, здесь будет 6 умножить на 25 минус х равно 4х. Так. Ну да, можно было еще на 2 разделить, но ладно, что-то не надоело. Значит, раскрывая скобки, 6 на 25 это 150 минус 6х равно 4х. 150, ну, линейное уравнение, да, если вы пришли на вторую часть геомы, я думаю, тут у вас проблем нет. Делим обе части на 10, находим х, х равен 15. Так, это еще не совсем ответ. Надо посмотреть, правильно ли я обозначила за х. Но я сознательно сделала это верно. В смысле, не существует правильно или неправильно. В смысле, я за х обозначила то, что меня просили посчитать. Поэтому я пишу ответ. mc равно 15. И чтобы осознать, что задача вообще не сложная, мы ее решили с вами в одно действие. Одно действие подобие. Ну, как задача в одно действие может быть сложной. Так. Ребят, с вас давайте не просто сердечки, а какая-то обратная связь по первой задаче. Нужно ли повторить, что ли непонятно, что непонятно, может быть, был быстрый конец. У нас сегодня 9 задач. Я напоминаю, прошло 40 минут. Но мы сейчас разгонимся. Пирожочки. Чебурейки. Нормально, да? Легкая очень первая. Да, да, да. Просто 15 или обязательно mc равно 15? На самом деле, просто 15 даже лучше, чем mc равно 15. Я не знаю, с чем я так написала. Гоним. Ну, прям гнать мы не будем уж, извините. Кто хочет гнать, потом тогда не в лаве, посмотрите на 2,5 скорости, я не знаю. Домашка будет после веба? Да, ребят, кто не подключился, это интенсив. И домашка открыта будет для всех. Если вы подключитесь, там ссылка под видео. Надо просто репост-поста сделать и подключить себе интенсив на платформе. 5 секунд вашего времени, и у вас будет домашка на экспертную проверку. Так, дальше. Конструкция, про которую я говорила. В общем, если что-то непонятно, пишите, я вернусь. Если совсем ничего непонятно, то чуть-чуть послушайте, и, возможно, вы не готовы. Малость это нехорошо и неплохо. Время еще есть. Прямая параллельная стороне AC, треугольника ABC, пересекает. Ну, рисую не среднюю линию, рисую где-то либо ниже, либо выше, чтобы, не дай бог, не воспользоваться, потому что это не средняя линия. Значит, пересекает ABC в точках M и N соответственно. Слово соответственно, оно не для красоты. Оно для того, чтобы сказать, что вот M, ту, которую сказали в первую очередь, а именно BC в точке N. То есть M и N нельзя поменять местами. Вот для этого слово соответственно. Честно, я в школе лет 5 не понимала, для чего оно. Поэтому каждый раз переговорю. Найдите BN. Так, то, что неизвестно, обозначаем к ним цветом. Если MN равно 12, NC равно 25. Ой, чуть-чуть, извините. Не туда, не тут отметила. АC 42, NC 25. Не торопитесь, когда данные обозначаете. Так, 25 – это именно вот этот кусочек. Так, ну что ж. Видим ли мы здесь с вами подобные треугольники? Напишите, пожалуйста. Можно же успеете написать какие? Ну, тут на самом деле их всего два. Видим ли мы, что они подобны? Крайне важная инфа – это параллельность. Параллельность всегда нам дает много равных углов. Поэтому есть параллельность, почти наверняка есть подобие. Общие и соответственные. Веб завис, только не это. Это будет плохо. Так было в субботу. А, Б, С, М, Б, С. А, Б, С, М, Б, Н вы, скорее всего, хотели написать. Описались. Все, все красавцы. Треугольник А, Б, С. Давайте чуть-чуть заспедранируем задачу. М, Б, Н. Вот сейчас скажете, какая сложнее, первая или вторая, или они для вас примерно одинаковые. Но я их отношу к двум самым простым, наверное. По двум углам. Банальные углы. Еще я буду перечитать сегодня постоянно. Виды банальных углов. Вертикальные, общие, прямые. Один угол, как правило, банальный. Вертикальных нет. Зато общие есть. Окей. Потом у нас прямые будут в следующих задачах появляться. Значит, банальный угол мы нашли. Дальше чуть менее банальный. Это там либо при параллельных прямых, либо с окружностью чуть другая ситуация. Фиолетовые. Соответственные. Не забудьте названия. Соответственные названия забывают чаще всего. Не напишите название, пройдете, скорее всего, лесом. Так, значит, по двум углам перечисляем угол АБЦ-Общий. Так и пишем. То есть не надо писать угол АБЦ равен углу МБН. Можно даже написать угол Б-Общий. Ну, типа общий для этих двух треугольников. Фиолетовые. БНМ. Вы мне секущую пока напишите, пожалуйста. Это единственный проблемный момент. Ну, первый проблемный момент – забыть название соответственное. Второй проблемный момент – неправильно указать секущую. БНМ-БЦА. Как соответственные три параллельных прямых. Мне в условии сказали, что они параллельны. Тут я ничего не объясняю. И секущая, с вас секущая. БЦ. Спасибо. Так, ответ действия вроде сверяетесь. Да. Указали. Теперь пишу соотношение сторон. Как я буду делать? Конечно же, я буду писать по буквам. Погнали. Первые две. АБ к МБ. К первым двум. АБ к МБ. Вторая, третья, вторая, третья. Хотя тут по картинке легко было бы, потому что тут ничего не перевернуто. БЦ к БН. Первая с третьей. АЦ с первой с третьей к МН. Теперь, зелененькое мне зеленое найти. То, что найти, опять обозначу за х. Так мне удобнее будет к алгебре свестись. Второе действие. Пусть БН равно х. Тогда я понимаю, что у меня сейчас еще вот эта сторона полностью будет фигурировать. Напишу же здесь. БЦ равно БН плюс НЦ равно х плюс 25. Для чего я это сделала? Потому что вот БЦ и БН у меня фигурируют. Я типа размусолила свою мысль. Теперь выбираю из трех дробей две, которые мне необходимы. Смотрим. АБ и МБ. Их вообще нет. Могу зачеркнуть, могу оставить. Но это я чисто для себя. БЦ и БН. Нужное для меня равенство. АЦ и МН нужная для меня, точнее, дробь. Потому что здесь есть, здесь что-то есть. Все. Из трех выбрала две, которые мне подходят. По ним перехожу к алгебре. Аккуратненько, не косячу. БЦ. Х плюс 25. То есть подставляю вот в эти обведенные равенства свои обозначения. К БН. К ХУ. Относится как АЦ 42 к 12. К МН. Крест на крест. 12 на х плюс... Здесь у ДЗ не обязательно в геометрии. В алгебре надо было написать. Ну, хотите, пишите, но не особо это нужно. Так, сразу типа по-умному делим на 6, да? 2 на х плюс 25. 42 на 6 вроде 7. Раскрываем. 2х. Боитесь делить? Раскрывайте скобки. Как хотите, тут уже алгебра. Разбирайте сами, что вам больше нравится. 7х. Так. 7х минус 2х дает мне 5х равно 50. Х равно 10. Вопрос то ли, что нужно, я обозначила за х. Найдите БН. У меня БНка и есть х. Ну, можно записать. Следовательно, БН равно 10. А в ответ уже просто 10. Ну вот. Вторая банальная конструкция, которую нужно прям прекрасно знать. Как я сказала, там параллельные прямые, как в первой задаче, так и во второй. Это прям база базовая. Вот. Что еще сказать, не знаю. Так, ребят, ну что? Первые две задачи как вам? Давайте, давайте, не ленитесь. Дальше будет 2-3 блок из трех задач, которые очень похожи друг на друга. Очень сильно похожи друг на друга, поэтому сейчас будет кусочек теории. Нормальные. Ну, хорошо. Интересно, есть ли кто-то, кто сейчас как бы радуется, что он что-то понимает, хотя когда-то боялся второй части, как не знаю чего. Погнали. Небольшой блок теории. Высота из прямого угла. И вот тут мы уже понимаем. Высота из прямого угла. Высота дает мне прямые углы. Прямой угол дает мне прямой угол. То есть, помните, да, банальные углы? Прямые, вертикальные и общие. Вот, кажется, в этой конструкции появятся прямые, которых до этого момента не было. Так. Обсудим. И эту теорему тоже обсудим. А вы знаете, я, может быть, ее даже выведу. Ну, скорее всего, все тогда покинут веб, если я как всегда начну все выводить. Значит, представим, что у нас есть прямоугольный треугольник. Он у нас и есть. Буквы как и захотели, так и обозначили. Высота из прямого угла. Ну, пусть будет CH. Я утверждаю, что при такой конструкции возникает три подобных треугольника. То есть, все три подобны. Мелкий, средний, огромный. Ну, то есть, и попарно у них есть, получается, подобие. Этого с большим, этого с большим и этого с этим. То есть, естественно, три подобных треугольника мне не сдались ни в одной задаче. Я только запутаю себя. Мне всегда нужна какая-то пара. И вариантов комбинации этих пар H3. И можно придумать задачу на любую комбинацию из этих пар. И, на самом деле, будет разная. И, ну, там. Поехали. Почему они равны, ой, подобны? Ну, во-первых, давайте посмотрим на вот этот треугольник и на желтый. Вот я вам заранее сказала, что они подобны, да? То есть, мне, вы должны мне предъявить. Я уже сказала, что все время по двум углам у нас все будет. Поэтому не будем здесь держать интригу. По двум углам будет подобие. Ваша задача мне написать, какие у них углы равны. У зеленого и у желтого. Можно даже не буквенно, а типа словами. Прямые и такие-то. Общий и прямой. Да? Вы уже все сами сделали. Смотрите. У желтого есть 90. Есть. У зеленого есть 90. Поехали по банальным углам. Тут два банальных получилось. Общий и прямой. Поэтому я пишу первую пару. А давайте вот так. Вот я говорю первой. Мы с вами тренируемся. Потому что здесь же конструкция посложнее. Все перевернулось, перекрутилось. Первый я назвала АЦ. Как должно это происходить в вашей голове? Синий, белый, прямой. Цветаем прям. Обозначаете разными на первых парах? Или дугами разными? Там одна волнистая две. Синий, белый, прямой. Назовите мне желтый в правильном порядке. По правилу синий, белый, прямой. Если я первый назвала синий, белый, прямой, значит, второй должен быть синий, белый, прямой. И никак иначе. А, Б, С. Вроде правильно. Смотрим. Синий А, белый Б, прямой С. По двум углам. Это для нас шпора. Общий плюс прямой. Естественно, в решении так не надо писать. Это чисто для себя. Хорошо. Что мы сейчас делаем? Мы сейчас... Я специально перерисую картинку, чтобы вам было нагляднее. Мы сейчас докажем, по какой же причине поймем сиреневый и желтым подобны, то есть средний с большим. Пишем, что у них видим. У желтого и у сиреневого что видим? Видим ли их подобие? Подобие будет по двум углам. Так, народ потихонечку тает, но еще мы... Не переживайте, скоро пойдут задачи, скоро. Я боюсь разбирать слишком быстро, потому что чуть бессмысленно для некоторого контингента, иначе будет. Общий и прямой. Да? Теперь угол Б общий. Смотрите, угол Б у них общий. А вот эти вот прямые. Ну что, давайте я назову треугольник CHB с вас второй. То есть первый я вообще не думаю и называю. Как хочу, так и называю. Проговариваю про себя цвета. О, может мне не проговаривать? Пишите второй треугольник, я все-таки проговорю. Ну, смотрите, что должно быть в вашей голове? Никакой. Он у меня никак не обозначен. Потом прямой, потом фиолетовый. Никакой прямой фиолетовый. Проговариваемся 50 раз это в голове. Никакой прямой фиолетовый. Смотрим на большой и называем его в порядке никакой прямой фиолетовый. АЦБ. Правильно. Никакой. Никаким цветом у меня не обозначен. Прямой фиолетовый. По двум углам. Ну, понятно, что типа по транзитивности этот подобен большому. Большой подобен среднему. Значит, мелкий подобен среднему. Но так не очень удобно доказывать. Поэтому у нас картинка номер три. Наверное, самое сложное. Доказать подобие мелкого и среднего. Для этого, сразу скажу, надо в две стороны прямой угла отметить. То есть сейчас желтый и зеленый. Посложнее чуть-чуть. Что у них есть сходу? Пытаемся доказать, что желтый подобен зеленому, избежав при этом большого треугольника. Напишите, есть ли у них хоть что-то сходу. Прямой. А больше пока непонятно. И вот тут мы вынуждены вводить x и l или альфа. Без этого никак. Погнали. Вы мне сейчас будете помогать. Я беру и обозначаю вот этот угол за... Альфа вам сложно писать. За x. Помогайте. Вот этот угол тогда чему равен? Вот этот вот. Вот этот вот жирный синий. Чему равен? Через x. Угол c общий ни в коем случае нельзя сказать. Смотрите. Угол c это, короче, угол, состоящий из одного угла желтого и одного угла зеленого. Общий это прям когда он общий для двух треугольников, которые вы рассматриваете. А тут сейчас два уголка склеились и образовали угол c. Угол c не общий. Он ни в желтый треугольник не входит, ни в зеленый. Поэтому нет, он не общий. 90 минус x. Красавцы. Из зеленого треугольника по сумме углов треугольника. То есть мы бы написали из треугольника hcb угол bx, поэтому угол hcb 90 минус x. Вот. Теперь помогайте мне. Угол а чему равен? Смотрим на большой. Я сейчас самый быстрый способ вам даю. Можно пойти огородами, наверное. Ну, короче, я даю, который попроще, как мне кажется. 90 минус x, конечно. Смотрите, дала вам самый простой способ. Еще раз. Смотрим в зеленый на сумму углов треугольника. Этот x, значит, это 90 минус x. Потому что на этот приходит 90. Никогда в прямоугольном через 180 не считайте. Это бред. В смысле, это лишняя трата сил, времени, вообще всего. Если у вас треугольник прямоугольный, то у нас сумма острых углов 90. Если этот уголочек x, то это 90 минус x. Из зеленого мы вывели, что вот это 90 минус x. Из большого, он же тоже прямоугольный. Значит, сумма вот этих углов 90. Если этот x, это 90 минус x. Итого я предъявила в желтом и в зеленом треугольнике два угла. Это 90 минус x равные и по 90 равные. Кидаем сердечки, если кристальное понимание. Если не кристальное, еще раз объясню. Кто не понял, просто пишите непон. Ничего не понятно, что за ужасы тут рассказывать. Хорошо. Ну что, сейчас будет посложнее. Считаем, что мы это объяснили. Оформлять времени нет. Треугольник. А, 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 а. Я назвала желтый в рандомном порядке. Я не буду сейчас говорить цвета. Научитесь уже сами. А, а, непонятно. Хорошо, давайте я попробую еще раз рассказать. А там уж, ну, один раз расскажу, а там не получится, так не получится. У меня была высота, проведенная из вершины прямого угла. Я хочу доказать, что желтый треугольник подобен зеленому треугольнику. А у нас же нет x в желтом. Хорошо. А я не по x доказала, я по 90 минус x сейчас доказала. Мне же достаточно 2 предъявить. Еще раз, смотрите. Мне надо доказать, что желтый и зеленый треугольники подобны. Из-за высоты у меня уже в них есть там прямой угол и там прямой угол. Мне достаточно еще один равный найти, и все готово. Я беру и просто рандомный угол обозначаю за x. На самом деле, любой можно было. Дела я вот этот обозначила. Ну, сначала в зеленом треугольнике хочу расписать уголочки. Зеленый треугольник же прямоугольный. Если вот этот угол x, то вот этот угол 90 минус x, потому что сумма острых углов в прямоугольном треугольнике 90 градусов. Потому что всего 180, на прямой приходится 90. Значит, на два оставшихся приходится 90. Если это x, это 90 минус x. Смотрим на зеленый треугольник. Дальше. Я пошла в большой треугольник. Он же у меня тоже прямоугольный. Большой. Вот этот угол в нем x, значит, вот этот 90 минус x. Потому что опять, сумма острых углов в прямоугольном треугольнике 90 градусов. Итого у меня в желтом треугольнике есть синий угол, который 90 минус x и прямой. В зеленом треугольнике есть угол, который 90 минус x и прямой. То есть я нашла в желтом и в зеленом треугольнике две пары равных углов. Мне говорят, так у нас же х нет. На самом деле я могла бы найти этот х, но я просто решила обойти. То есть смотрите, тут можно было несколькими способами. Сначала сказать, что вот этот 90 минус х, а этот с этим 90, значит этот 90 минус 90 минус х, то есть х. А есть другой способ было пойти не через этот, а вот через этот угол. То есть получается, давайте я вот сейчас вот этот ищу, да, неизвестный. Ай, что я сделала? Как это убрать? Господи. Все убралось. Вот этот угол ищу, смотрите, вот этот 90, и вычитаю из него 90 минус х. Вот этот вот. А что получаю? Раскрываю 90 минус 90 плюс х равен ху. То есть я сейчас вывела, что вот этот угол х. Это другой способ, но я решила, что вот этот будет проще. Короче, есть в нем угол и х, и 90 минус х, и прямой. И у них три равных угла. Но так как мне два достаточно предъявить, я предъявила то, что быстрее предъявляется. О, спасибо. Спасибо, сапог. Сапог? Сапог. Нормально. Мы сейчас третий решаем? Нет, мы сейчас готовимся к следующему блоку из трех задач. Это перед третьим. Так, давайте. Они просто забыли, что у них прямой еще есть. Да, прямой угол входит в банальный, не забывайте. Значит, А, Х, С. Я проговариваю. Синий, прямой, никакой. Значит, здесь. Синий, прямой, никакой. С, Х, Б. По двум углам. И вот сейчас я отсюда, давайте еще раз проверим. Синий, прямой, никакой. Синий, прямой, никакой. И сейчас я отсюда выведу свойством высоты, которым можно пользоваться. Вы все очень любите через него решать задачу, но половина из вас понятия не имеет, откуда эта магия вообще взялась. Свойство высоты. Из вершины прямого угла. Двумя способами запоминает. Кто-то через квадрат, кто-то через корень. Это одно и то же. Как запоминали, так и оставьте. То есть, вот эта высота из вершины прямого угла в квадрате, это произведение вот этих двух отрезков. Кто-то запоминает вот так, через корень. Это одно и то же. Я просто корень извлекла из обеих частей. В общем, это одно и то же. Откуда это выводится? Да из вот этого подобия и выводится. Пишу соотношение сходственных сторон. ААХ к ЦАХ равно ХЦ А к ХБ равно первая третья АЦ, первая третья ЦБ. Смотрите, как быстро пишу по буквам. Теперь смотрю, что я хочу для ЦАХ вывести, где у меня есть ЦАХ. Здесь и здесь. ХЦ это то же самое, что ЦАХ. Значит, меня интересуют первые две дроби. Третья не волнует. Всегда в этом соотношении меня третья не волнует. Но понимаем мы это позже. Сначала выписываем 3, потом какую-то выкидываем. Я тупо расписала соотношение сторон из подобных треугольников. Все, после того, как в правильном порядке. Трест на крест перемножаю. ЦАХ квадрат равно ААХ на ХБ. Вуаля. Я вывела это свойство высоты. В чем его крутость? Я бы сказала, что вообще ни в чем. Я бы им в жизни не пользовалась. Но круг, то есть я бы выводила его из подобия, потому что помимо свойства высоты, можно из этого подобия вывести огромную кучу других равенств. И не факт, что вам пригодилось именно это. Но так как вы, уважаемые девятиклассники, не любите ничего выводить, не любите думать, а любите пользоваться какими-то теоремами, а этой, благо, пользоваться можно, поэтому вот теперь вы хотя бы знаете, откуда она взялась. Ей пользоваться можно. Можно без доказательства. Кидаем сердечки, если вы преисполнились. В общем, если вы все поняли и офигели. Если все поняли и не офигели, тоже можно сердечки кинуть. Можно не считать градусную меру. Конечно, ребят, мы в задачах более-менее абстрактных очень часто не будем знать градусную меру. Когда мы не знаем, что угол 30, 45, 60 или 81 или 17 градусов, мы просто говорим, пусть этот угол х, х градусов. Мы не знаем, сколько, но через х мы можем вывести огромное количество углов и доказать их равенство тоже можем. Типа, если этот угол х, то мы доказали, что и этот х, значит, они равны. А сколько в градусах, мы понятия не имеем. Так, номер 3. Сейчас, конечно, этот номер очень красивый, и он особо даже не относится, честно говоря, к подобию. Хотя его можно решить через подобие, но мы не будем изощряться. Я сейчас та же конструкция, но решать мы будем не через подобие. Ведь задачу можно решить примерно пятью разными способами, но так как у нас времени ограниченное количество, я буду давать тот способ, за который топлю я. То есть мне кажется, он самый красивый, самый понятный, самый быстрый. В общем, но есть пять способов решения. Четыре точно есть, ладно. Пятное, я тоже можешь подумать. Катяты прямоугольного треугольника 21 и 28. 21, 28. Катяты те, которые примыкают к прямому углу. Найти высоту, проведенную гипотенузе. Ну вот, CH равно вопросу. Так, ну, смотрите. Зная катяты, мы, очевидно, можем найти гипотенузу. Да? Я скажу лишь одно. Я буду решать эту задачу методом площадей. Обожаю этот метод, честно. Он в 10-11 классе будет помогать вам стереометрию постоянно решать. Это, короче, когда вы избавляетесь от геометрии вообще напрочь. Типа, эти методы может решать кто угодно. А даже если вообще ничего не видите, не умеете крутить подобие, не умеете работать стригой, метод площадей вас спасет в огромном количестве задач. Ну ладно, не в огромном, но спасет часто. Метод площадей – это когда вы площадь одного и того же треугольника считаете двумя разными способами и приравниваете. Ведь площадь одна и та же, вы ее просто по-разному посчитали. Вот. И тут на самом деле даже, ну, типа, есть там пять формул площадей. Их, там, бывает, комбинируют обычную синусную, обычную с героном или еще что-то. Но здесь даже не так сложно. Здесь вы одной и той же формулой пользуетесь, только для разных сторон. Так. Площадь двумя способами. Да-да-да. Очень долго решал, получилось 16,8. А сейчас мы сделаем мгновенно. Смотрите, давайте я решу это сначала в общем виде, чтобы вы запомнили. Представьте, вот если вы знаете катет, два катета, скажите, пожалуйста, знаете ли вы гипотенузу? Ну, то есть, представьте, вам в задачах дали два катета численные, а я утверждаю, что нам бы не помешала гипотенуза. Вот просто скажите, умеете вы считать, зная два катета гипотенузу или не умеете? Я сейчас в общем виде рассказываю решение этой задачи, а потом мы его продублируем в конкретных числах. Пифагорчик. Конечно, Пифагорчик нам все посчитает. И сразу скажу, что если мы знаем катет и гипотенузу, другой катет Пифагорчик нам тоже посчитает. У нас сейчас будет таким образом две однотипные задачи. В одной даны два катета, в другой катет и гипотенуза. Решение вообще меняться не будет, просто Пифагорчик сначала будет для катета, потом для гипотенуза. Знаем. Теперь. Я хочу найти вот эту высоту. Вот она у меня сейчас неизвестна. У меня в двух задачах будет вот эта вот высота фигурировать. С вас вопрос. Можем ли мы посчитать без всяких синусов, без всякого герона по формуле, которая через высоту самая банальная, можем ли мы посчитать с вами площадь этого прямоугольного треугольника, пока хотя бы одним? Напишите мне формулу через мои буквы. А, Б, С, А, Ш. Я не знаю, какую из двух вы просто первую увидите. Скажите, пожалуйста, вот посчитайте, пожалуйста, хоть каким-нибудь способом площадь данного треугольника. А, Б пополам. По-разному считайте, да. Одна вторая А на Б. Мне кажется, первое, что вы должны увидеть, действительно это. Полупроизведение катетов. Ну, все это знают. Площадь прямоугольника длина на ширину, а прямоугольный треугольник, диагональ провели в два раза меньше, очевидно. Тут даже зубрить не надо. Одна вторая на произведение катетов. Но ведь с другой стороны, если я его как бы мысленно переверну. Вот. Вот у меня сейчас гипотенуза, а вот высота, проведенная к этой гипотенузе. Я буду смотреть на этот треугольник не как на прямоугольный, как на обычный. А одна вторая основание на высоту. И что мы получаем? Это одна и та же площадь, посчитанная двумя разными способами. Умножаю обе части на 2. А, B равно C, H. Выражаю H. А, B делить на C. Сейчас я чувствую от вас посыпется вопрос. Можно ли пользоваться этой формулой? Многие начинают задачу решать по ней. Ответ нет, это не засчитывают. Ответ от экспертов. Что тогда делать в этой задаче? Нечего. Ну, то есть, вы что, воспользовались формулой и пифагорчиком и решили? Ну, нет, сорян. А будут ли справочные материалы с формулами площади? Да. Но, как бы, ну, да. Но формула 1, 2 основания на высоту надо знать без справочных материалов, скажу вам сразу. Красивое решение? Да. В общем, мы посчитали площадь двумя разными способами и приравняли. Просто запомните, я даже это стирать не буду. Это, как бы, общий случай. Но сейчас я все это буду расписывать. Давайте я, наверное, даже скопирую. Ну, чтобы вот это не убирать, я сейчас скопирую картинку. Сейчас мы все это будем расписывать в контексте этой задачи. То есть, я не буду внутри задачи выводить, ну, вот так вот в А, Б и С. Зачем? Это какой-то бред. Я просто, ну, для моих конкретных букв это выведу сейчас внутри задачи. То есть, без доказательств этим пользоваться нельзя. Нельзя сказать H равно А, Б делить на С. Тик пойми, откуда мы это взяли. В общем, нет. Так не работает. Решаем. И оформляем. Первый пифагорчик гипотенуз нам обязательно понадобится. Для того, чтобы оформить теорем пифагора. Сейчас будет маразм. Готовьтесь. Надо указать, в каком треугольнике вы находитесь, и указать, что он прямоугольный. Указать, почему он прямоугольный. Здесь он по условию прямоугольный, поэтому нечего. Дальше написать по теореме пифагора. Они просто очень уважительно к пифагору относятся. По теореме пифагора. Они ни по какому ни по пифагорчику. Дальше. Обязательно написать гипотенуза в квадрате равно катет в квадрате плюс катет в квадрате. Поскольку. Но сейчас мы бы так и написали, потому что у нас гипотенуза неизвестна. А если был неизвестен катет, мне бы нельзя было писать гипотенуза в квадрате минус катет в квадрате. И да, если вы посмотрите решение в нашей базе задач, мы почти всегда так пишем, потому что мы адекватные. Но такое требование в ОГЭ. Нельзя писать пифагоры через разность. Пифагоры можно писать только через сумму. Если вам нужно выразить катет, пишите это после того, как вы написали пифагорчика через сумму. Вот, я все сказала, больше к этой теме не возвращаемся. А b квадрат равно ас квадрат плюс cb квадрат сначала в буквенном виде, обязательно, потом в числовом. У вас есть таблица квадратов, вы можете считать по обычному. Я, как всегда, устраиваю выпендреж. Конечно же, нет, я учу вас считать по-умному для ЕГЭ, где у вас нет таблицы квадратов. Если вы сейчас не понимаете, что я делаю, откройте себе, загуглите таблицу квадратов. Главное, калькулятором не пользуйтесь, просто научитесь использовать пифагорчика, прочувствуйте, как это считать. Для тех, кто хочет уже к ЕГЭ научиться считать по-умному, я пытаюсь вас научить. Смотрите, 21, 7 на 3, 28, 7 на 4. Со свойствами степеней и корней надо хорошо работать. Смотрите, это значит 7 квадрат на 3 квадрат. Я как бы раскладываю для чего? Чтобы что-то за скобки вынести. Ага, 7 квадрат выносится, какое счастье. 3 квадрат плюс 4 в квадрате, а это куда проще посчитать. Это 9 плюс 16, это 25. Сейчас увидите для чего. Получается, это 7 в квадрате умножить на 25. То есть это 7 в квадрате на 5 в квадрате. Вот когда у вас нет калькулятора, нет таблицы квадратов, это очень спасает. А теперь мне надо корень из этого извлечь. Получается, корень из этого это 7 на 5. То есть 35. Я посчитала гипотенузу. Сердечки, кто понял, умный подсчет, но, пожалуйста, не закапывайтесь. Это просто теорема Пифагора. Это сейчас, ну, типа, для 30% людей будет полезно. Остальные не испугайтесь. Вы можете просто столбиком умножить. Вы можете в таблицу квадратов посмотреть. Не понимаете это? Забудьте. Я просто теорема Пифагора использую. Прямоугольник, треугольник, становяем 3, 4, 5. Действительно, да, это, смотрите, как в уме делать. 3, 4, 5 египетский, а мой сейчас тоже прямоугольный. Значит, это просто раздуто египетский. Потому что это 7 на 3, это 7 на 4, это 7 на 5. Как устно сказать. Но это не... Ну, то есть не надо писать, что он подобен египетскому в решении точно. Короче, не надо. Вот этого не надо. Разборы графиков 22 давно лежат. Я в первую очередь... Меня все мучили с этим 22 номером. Я в первую очередь устроила интенсив по 22 номеру. Он лежит на этом же канале. В папке интенсив по 22 номеру. Или в папке ОГЭ по математике. Под вебами написано, как его подключить. Там тоже есть экспертная проверка. Три вебинара. Нет, четыре. Короче, один веб по 11. Потом два веба по графику в рамках интенсива. Потом еще один веб с разбором оставшихся самых жестких прототипов. Все уже разобрано. Все 22-е в первую очередь разобрала. Мои нелюбимые задачи, чтобы от них быстрее избавиться, быстрее разобрала. Нет площадей. Посчитаем. Площадь треугольника АВС двумя способами. Во-первых, это одна вторая катет-накатет. В общем, видите, сейчас запишу. Во-вторых, это одна вторая гипотенуза на высоту. Ну все. Я сказала, что двумя способами, поэтому я сейчас просто приравниваю. То есть я пишу все то же самое, только без А, Б и С. А в своих буквах. Ну хотите, введите, но мне кажется, здесь это смысла не имеет. Умножаю обе части на 2, получаю АС на СБ равно АВ на СН и выражаю отсюда СН. Напоминаю, 5 способов решения этой задачи. Я выбрала тот, который нравится мне. Имею право. Все. Два качества есть, гипотенуза есть, я получаю ответ. Надо еще не ошибиться. Так, качество 21, 28, гипотенуза 35. Естественно, никакого умножения, сокращения. Сразу скажу, что в этих задачах могут быть очень кривые ответы. 21, 35 на 7 делится. Так, 5. О, господи. Я сразу к десятке перейду. То есть 10 на 2 на 3. И то, и то умножаю на 2. Получается 6 на 28. Устный счет покинул чат. У меня все так происходит. 120, 48, 168 десятых. Проверяйте. 16,8. Сразу скажу, что в этой задаче у вас может какой-нибудь кошмарный знаменатель остаться типа 35. И это нормально. Не бойтесь, если у вас в десятичную не переводится. Еще странный момент. Остался у вас какой-то знаменатель. Сколько-то каких-нибудь в семнадцатых. Вы начинаете зачем-то округлять. Вам за это сразу 0 баллов поставят. Не надо никуда ничего переводить. 57, 17. Не сокращается. Все. Подаете в ответ. Никаких переводов столбиком в десятичную дробь. Это вторая часть. Алло. Вот. Ответ 16,8. Можно решить через подобие треугольников? Можно? Можно, конечно. Смотрите. Мы в большом все знаем. Все три стороны. А в мелком знаем одну. Значит, мы в мелком с помощью подобия, скажем, вот этого и вот этого можем найти все оставшиеся стороны. Потому что мы коэффициент подобия глобально знаем. Гипотенуза в мелком относится к гипотенузе в большом. То есть вот то подобие, которое мы с вами рассматривали. Можете, кстати, дома для тренировки решить. Вообще топ. То есть у вас будет 21 относится к 35. Как? Что мне надо найти? Мне нужно найти CH. CH лежит напротив вот этого угла. Значит, сходственная ей сторона в большом треугольнике будет лежать напротив этого угла. То есть это будет CB. Короче, какое у меня отношение будет? Х делить на 28. Так же, как гипотенуза в мелком. 21 к 35. Вот. И мы решим. Через подобие. Да? Я права. Я права. Подобие вот этого треугольника и вот этого. Пифагорчик вам тоже понадобится. Еще раз. Мы умеем доказывать. У них есть общий плюс прямой. Дальше аккуратненько расписать. Дальше сказать, гипотенуза в мелком. Вот она относится к гипотенузе в большом. Так же, как вот этот вот крупный катет в мелком относится к крупному катету в большом. У меня получается одна неизвестная CH. Я ее с легкостью нахожу. Через косинус можно решить. Через косинус, через синус, через пифагоры. Я ненавижу этот способ. Знаете, какой? Сейчас скажу, еще есть способ. Вот это типа х, это 35 минус х. Потом не научишь, не отучишь, кто так решает. Потом вот эту h квадрат вы выражаете двумя способами по пифагору. Из вот этого треугольника, из вот этого. Получаете уравнение на х. То есть вот это по пифагору, из этого, из этого. Приравниваете это h квадрат. То есть это, с одной стороны, 21 в квадрате, вот это минус х в квадрате. С другой стороны, 28 в квадрате минус 35 минус х в квадрате. Решаете всю эту морозь. Находите х, после х находите h. Вот кто-то так решает. Я вообще не переношу этот метод. Но если его вам вбили в голову, он просто с вами навсегда. Да? Прикольно. А, ну я до этого провешивала. Видимо, это у меня подсознание. Это не то, чтобы прям кто-то свыше. Ребятки, если решаете заранее, вы просто топ. Но с вас еще раз сердечки, если все отлично. Если вы сейчас даже поняли, что у нас есть. Можете дома, я могу чисто подсказку дать. Вот этот стремный пифагор, который я рассказывала в последнем способе, вы никогда так не решаете. Метод площадей самый-самый топовый, самый лучший. Подобие. Достаточно быстро, но все-таки более такой элитарный способ. По сравнению с методом площадей, чуть сложнее для понимания. Трига. Ну, трига – это когда вы, скажем, вот в большом треугольнике все знаете, да? И считаем, скажем, синус угла А из большого треугольника. Это 28 к 35. Но ведь синус угла А из мелкого треугольника, он точно такой же будет 28 к 35, поскольку это один и тот же угол. Вот. А в мелком синус угла А это противолежащие гипотенузе. То есть х, противолежащий, делить на 21 равно 28 к 35. То есть я считаю синус угла А из большого треугольника и считаю синус угла А из маленького треугольника. И эти синусы приравниваю между собой. Вот метод через тригонометрию. Кто-то его обожает. Ну, тоже маленький процент людей. Все. Номер 4. С пидраньем, поскольку он ничем не отличается от предыдущего, я вам уже сказала. Там даны два катета, здесь даны катета гипотенуза. Нам надо в три часа укладываться, у меня там ученики стоят. Меняется лишь пифагорчик первым действием, потом не меняется. И я буду снова решать методом площадей. Уж простите, вы можете решить другими. Метод площадей оформляется быстрее всего, но я его снова буду оформлять. Катета гипотенуза 16.34. Найдите высоту, проведенную гипотенузе. Саш, вопрос. Первое. Давайте вы мне будете помогать. Первое действие – это очевидный пифагорчик. Надо найти второй катет. Напишите мне ответ на пифагорчика. Преугольник АЦБ. С пидран. Прямоугольный по пифагорчику. Лучше не сокращать? Ладно. Нет, сокращать, наверное, можно. Ну, ладно, всю жизнь было можно. Допустим, можно сокращать пифагора до пифа. Главное, пифагорчика не пишите. Только через сумму. Первая строчка – только через сумму, иначе ноль баллов. Да, это правда. После этого через разность. Вас уже колотит на этом моменте, я понимаю. Но надо перетерпеть. 34 в квадрате минус 16 в квадрате. У меня нет таблицы квадратов. Столбиком я считать не умею. Поэтому я делаю что? Вот в сумме такое не работало, я пыталась общий множитель вынести. А здесь разность квадратов. Прикольно. Так. 34 минус 10. 24, 24 минус 6. 18. 34 плюс 10. 44 плюс 6. 50. Мне сейчас корень из этого извлекать. Я, естественно, ничего не умножаю. У меня же нет ничего. 18 на 50 я наоборот раскладываю. 9 на 2, на 2, на 25. Ну что, я вас поздравляю, все извлекается. Корень из девятки – это 3. Корень из 2 умножить на 2 – это 2. Корень из 25 – это 5. Вот результат. 6 на 5 – это 30. Так. Что мы имеем? Мы имеем, что я нашла второй катет. Опять было какое-то алгебраическое занудство. Это для ЕГЭ, а не для УГЭ. Не надо писать пифагорчик. Ну, напишите, посмотрим, что вам проверяющий скажет на это. Скажет, что вы неуважительно относитесь к господину древнему греку. Так. Так. Второй. Нет площадей. Посчитаем. Площадь треугольника А, С, Б двумя разными способами. Двумя способами просто. Сначала в буквенном виде только пишите. 1, 2. Я прям дублирую. И площадь равна 1, 2. 1, 2 не забудьте. То есть, смотрите, когда вы приравниваете уже, там вы потом домножите на 2. Ну, формально, если вы говорите «посчитаем площадь», ответ у вас будет правильный. Но если вы здесь забудете 1, 2, вам поставят 0 баллов, потому что в формуле площади 1, 2 это есть. Но когда вы уже их приравняете, там можно будет домножить на 2, действительно. Но если вы прям пишете «считаем площадь», то нельзя без 1, 2. Приравниваем. 1, 2 А, С на, С, Б равно 1, 2. Я просто дублирую прошлое решение, чтобы вбить его вам в мозг, чтобы вы не просто переписывали, а уже понимали. А, С на, С, Б равно А, Б на, С, А, Ж. И выражаем С, А, С на, С, Б. 34 – это 17 на 2. Еще есть числителя, очевидно, 17 не делится, поэтому сокращаю на 2 всего лишь. И что у меня остается? Ну, понятно, что сократиться не сможет после перемножения, уж тем более, если до перемножения сокращается. 17 – это простое число. В разложении восьмерки 17 явно нет, в разложении тридцатки 17 явно нет. Поэтому на 17 я никак не сокращу. А так как 17 простой, то ни на что другое я тоже не сокращу. В общем, надеюсь, вы поняли мысль. А, 240, 17. Надо ли выделять целую часть? Ну, нафиг. Я еще ошибусь. Оно мне надо. В таком виде можно оставить. Сократили и радуемся. Совсем не обязательно. Зачем мне ошибаться там, где меня не просили, что делать? Так. Ну что? Пифагор, в смысле... Я не кила про сумасшедшую. Если Пифагора как-то обзовете, или если вы будете четвертым способом решать. Четвертым способом многие будут решать, мне кажется. Потому что в школах многих так учат делать. Это хорошо работает, когда вы считаете высоту в обычном треугольнике, не в прямоугольном. И у многих уже вбивается вот это решение треугольников в девятом классе. Как считать обычную высоту, не в прямоугольном. И вы переносите это автоматически на прямоугольник, хотя там намного проще. Так, лайки, если... Кстати, лайки по трансляции, ребят, да? Не будет лайков по трансляции, не будет следующих вебов интенсива. Вот, шантаж пошел. Сердечки, если все понятно. Две задачи в одном блоке. Мы сейчас с вами убили методом площадей. У вас есть четыре метода в арсенале. Посчитаем площадь двумя способами. Я бы лучше написала, честно. Ну, типа, если вы просто... Смотрите. Если вы просто написали вот так вот, это плохо, потому что непонятно, откуда это взялось. Если вы написали вот так вот, еще хуже. Вообще непонятно, откуда это взялось. Если вы убрали вот эту фразу и написали вот это и вот это, конечно же, понятно, откуда это взялось. И вот при наличии этой строчки, эту можно убрать спокойно. Я пытаюсь сводить каждый квадрат равно х на у. Но вот, как бы, мне кажется, зря. Не надо все подряд задачи сводить к этой сомнительной формуле. Но это мое мнение. Ну да, алгебра враг геометрии. Ну, типа, когда начались эти корни, квадраты. Как бы, ваш мозг настроен на геометрию, а так получилось, что геометрии почти в задаче нет. Какая-то алгебра, вы расстраиваетесь и начинаете косячить вычисления. Так, все, на все ответила, мне кажется. Дальше. Опять, та же конструкция. Какая там уже задача? Третья задача. Треугольники, кстати, походу закончатся сейчас. Последняя задача на треугольнике. Точка H является основанием высоты, проведенной из совершенно прямого угла B. Мы привыкли, что это C, а сейчас это B. Я, кстати, когда решала, что-то запуталось. Мне казалось, что такой задачи нет, потому что я неправильные буквы расставила. Я по синузе АС. Читайте внимательно, в общем. Даже если вам кажется, задача знакомая, вы 50 раз решали, все равно внимательно прочитайте, то есть какую-то свою задачу решить. Знаете, АБ для себя, X. Если АА 6, АС 24. Вот тут я решу двумя способами. И первый способ. Это будет ваш любимый. И ваш любимый, это, разумеется, неподобие. Ваш любимый, это моя ненавистная формула. Ну, типа, кажется, что 6 знаем, 24 знаем, значит, это автоматически знаем. Да. Это способ куда проще для понимания. Вы ни о чем не думаете. Вы пользуетесь тупо двумя теоремами. Одна из которых ваша любимая высота, вторая из которых теорем Пифагора. То есть, ну, содержательного геометрического мышления ноль. Вы знаете два факта, один из которых, типа, теорем Пифагора, это самый-самый базовый, а второй, который вы вбили себе в голову, непонятно почему. Эти два факта решают эту задачу. Ну, сводят к алгебре. К корням, к степеням. Второй способ, это подобие. Более умный, но я не буду топить за какой-то определенный. Расписывать придется, возможно, даже больше. Типа, подобие мелкого и большого. И оно вам тоже увидит. Я решу двумя способами. Вы пойдете, скорее всего, сначала с вашей высотой, любимый. Поехали. Первый способ. Вот тот случай, когда даю 2, потому что не знаю. Ну, типа, я не знаю, чего вам ближе. hc, очевидное первое, пишем в буквину. hc минус h. 24 минус 6. 18. Да? 18. Ну, окей. 18-18. Вторым действием. По свойству высоты, проведенной из вершины прямого угла. Так опишем. То, что мы с вами вывели, кстати, из подобия, выводить не надо. Пользоваться можно. Лучше бы нельзя было. bh квадрат равно ah на hc. Вот сейчас корни наши пойдут. bh равно корню из ah на hc. Алгебра, да здравствует алгебра. 6 на 18. Извлекаем. Корень из 6 на 6 на 3. Из парных выносится просто как одна циферка. То есть 6 на 6. Корень из 6 на 6. Это 6. Корень из тройки такой бесхозный там болтается. Его никак разделить нельзя. В общем, корень из трех остался. 6 корней из трех – это высота. Могу сюда подписать. А теперь кто? Пифагорчик вот здесь. Ага. И знаете, что пифагорчик надо писать через сумму. Значит. И надо объяснить, почему треугольник прямоугольный еще в идеале. Прямоугольный, так как c, bh перпендикулярно c. Все, этого хватит. По теории пифагора надо записать. Сначала надо в буквенном виде записать. И через сумму. Сколько требований, да? Не находите? А b квадрат равно 6 квадрат плюс 6 корней из трех квадрата. Так. Ну что, по-умному? 6 квадрат плюс 6 квадрат умножить на 3. 6 квадрат – 1 плюс 3. Слишком умно, да? 6 квадрат умножить на 4. С легкостью извлекаем корень. Корень из 6 в квадрате – это 6. Корень из 4 – это 2. Ответ 12. Так. Ну что? Быстро? Быстро непонятно? Давайте я тезисно. Мне просто не нравится это решение. Предполагаю, что я вообще сейчас как-то сонно это все объясняла. Давайте тезисно. Вот это знаем, вот это знаем. Вот это знаем, посчитали 18. Формула высоты из вершины прямого угла. Высота в квадрате равно произведению этих отрезков. То есть высота – это корень из произведения этих отрезков. Это 6 – это 18. Значит, высота – это корень из 6 на 18. Считали, считали, досчитали. Досчитали высоту, пошли в прямоугольный треугольник. Можно хоть в этот, хоть в этот. Без разницы. Здесь я тоже знаю 18. А, зачем в этот? Извиняюсь, мне надо найти сторону А, Б. Значит, можно только в этот пойти. Вот. Здесь я знаю два качества. Нахожу гипотенузу. Пифагорчик. Да, здравствуй. Все решил. Какой у меня iPad? Довольно ли вы им? Ой, у меня старье, которое уже не продают. Наверное, я очень довольна. Он у меня 19-го года. Я купила, когда пандемия началась. Причем как-то дешево. Он стоил. И вот он уже столько лет работает. Ну, кстати, даже в целом нормально держит зарядку. Я просто его забываю постоянно заряжать. Но вот для лэбов это более чем... Ну, очень удобно. Понятно, что сейчас, наверное, они гораздо круче. Но очень странно советовать iPad, которому сколько там, уже 5-6 лет, наверное. В общем, меня устраивает. Я даже пока его не обновляю, хотя могла бы. Ну, типа, все, норм работает. Я каждый день с ним что-то делаю. Так, второй способ. Поехали. То же самое подобие. Делаем то, что мы делали с вами в тренировочной задаче. Помните, мы там три вида подобия доказывали, да? Так, тут у нас бэшечка. Б, А, Ш, А, С. Это Х, А, А, 6. А вот это 24. Так, это надо найти. С вас сказать, какое подобие мне нужно. Давайте, чтобы вы с ума не сошли писать буквы, я скажу. Это мелкий, ну, маленький. Это средний, это большой. И с вас сказать, какое подобие. Ну, типа, мелкий плюс средний, средний плюс большой, мелкий плюс большой. Нужно расписать, чтобы вывести вот эту зеленую сторону. Так, вы еще не потерялись, ребят? Мы где-то на экваторе. И у нас полтора часа. Мелкий плюс большой. Большой и маленький. Да, 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 да. Нет, я не должна... Нет, 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 это плохо. То есть я не должна внушать вам способ решения. И, типа, если вам кажется, что это тупо, и вы хотите лучше сделать по-умному, и по-умному вы косячите, то лучше, конечно, делать, как вам больше нравится. Так. Спасибо, спасибо, спасибо. Но, на самом деле, то, что вы гуманитарий, скорее всего, решили вы сами. И это, ну, это вообще странная классификация. Это гуманитария, технария. Ну, понятно, что кому-то ближе одно, кому-то ближе другое. Но вы раньше времени ярлыки не навешиваете. Вот, что я хотела сказать. Так. Значит. А то вы подсознательно себя, типа, ну, это не для меня, а, может быть, и для вас. Подобие. Первое. Треугольник. Тут быстро оформляется, потому что общий плюс прямой. Я сразу пишу треугольник АБХ. Подобен треугольнику. Так. Вот тут аккуратно. Мы, типа, все из себя таки умные, и сейчас будем торопиться. Синий, белый, прямой. Синий, белый, прямой. Не торопимся. Синий А, белый С, прямой Б. Синий, белый, прямой. Синий, белый, прямой. Видите, я сама так пишу. Вот, как обезьянка. В чем как обезьянка? Как попугай 30 раз повторила. По двум углам. Перечисляю. Это не черновик. Этого мало везде. И в ЕГЭ, и в УГЭ. Угола общий. И вот эти 90 я размусолю. ВАШ равен 90, так как ВАШ перпендикулярно АЦ. Но надо написать, иначе задачи делать нечего. А угол АБЦ по условию. В общем, все. Я объяснила эти два прямых угла. Значит, следовательно, пропорциональный сторон берем. Никакие кси я еще не ввела. Буду ввести АБ. Ну, давайте я сейчас по буквам запишу, как всегда. АБ, КАЦ, КАК, БАШ. Чтобы вообще времени тратить. КЦБ, первая с третьей. ААШ, КБ. Выбираю то, что мне нужно. АБ, АШ и ЦБ у меня в помине нет. Поэтому я для себя эту дробь зачеркиваю. Беру вот эти две. И просто подставляю. АБ, КАЦ, ААШ, КБ. Ничего я не подставила. В общем, зачем-то я еще раз переписала. Неважно. Крест-накрест перемножаю. АБ квадрат равно ААШ на АЦ. И конец, в принципе. ААШ на АЦ. АБ квадрат. АБ равно корню из ААШ на АЦ получается. И 6 на 24. Это чисто те данные, которые у меня были. 6 на 6 на 4. Корень из 6 на 6 это 6. Корень из 4 это 2. Ответ 12. Вот. Вот, пожалуйста, подобие. Не буду вас агитировать за конкретный метод. Выбирайте то, что вам ближе. Если вам уже надоедает решать все время. Попадает одна и та же задача. И уже невыносимо решать ее каждый раз одинаково. Вы уже давно готовитесь. Тренируйте разные методы. Ну, решайте вы все время эти прототипы из банков EP. Суют вам их со всех сторон. На вебах, в школе, в сборниках, на пробниках, везде. Ну, развивайте себя как-то. Я не знаю. Решайте разными способами. Пожалуйста. Это вы еще вывели. А квадрат равно х на сет. Да, я вот эти формулы вообще никогда не учил. Потому что это невозможно выучить. Зачем? Ты пойми подобие, и ты сможешь вывести гораздо больше формул. Вот зачем ты вот эти там 3, 4 или 5 выделили? А на самом деле это все следствие из подобия. Ты научись писать подобие, и тогда тебе вообще никакие формулы не придется учить. Да, да, Данил, да, да. И раньше я что-то за другой способ. В общем, сейчас нам надо будет чуть-чуть покруче прокачаться в подобие. Готовьтесь. Номер 6. С треугольниками мы закончили. Мы сейчас идем полностью в четырехугольники. Давайте я проанализирую. Значит, 5 задач на треугольнике. 5 из 18. Это немного. Халява закончилась. А, ну давайте, вот напишите. Те, кто вначале почти ничего не понимал. Мы прорешали 5 задач фактически наподобие. Стало лучше или не стало? Я подозреваю, что идеального понимания сейчас быть не может, если вы вообще вначале не вдумляли, что происходит. Но стало ли чуть получше? Вопрос к тем, не к тем, кто уже идеально решает и сейчас просто вспоминает. А вот кому сложновато было? Как оно? Сейчас пойдут четырехугольники. Пока вы что-то там пишете, мы... Давайте анализ делаем того, что нам предстоит дальше. Задача на трапецию. Задача на трапецию. Отлично. Класс. Задача на параллелограмм. Как мало? Слушайте, у нас всего четыре задачи. Задача на параллелограмм одна из самых халявных в принципе. Задача на трапецию. Три на трапецию, одна на параллелограмм. На четырехугольнике, по-моему, тоже всего пять, я не ошибаюсь. И на окружность побольше. Так, вот эту я отношу к одной из самых сложных, правда. Потому что она трехходовая наподобие. Мы привыкли к одноходовой наподобие или к двухходовой подобие плюс пифагорчик. А тут как бы два подобия и еще одно промежуточное звено, с которым как раз и проблемы. Так, трапеция. Понятно, да, трапеция. Четыреугольник, которого две стороны параллельны, две другие не параллельны. Такое определение. Интересно, мы с вами вытянем четыре веба. Но пока, мне кажется, хорошо пошел, но сегодня это понедельник. А нам надо до воскресенья вытянуть. Мне кажется, в двадцать четвертый, наверное, будет вообще жестко. Прямая параллельная основания. Ой, что-то не то. А нет, боковые, А, Б, Э, Ц, Д. Да, следите, что там основание. Прямая параллельная основанием трапеции пересекает его боковые стороны А, Б, Э, Ц, Д в точках Е и Ф, соответственно. Я сразу нарисую ниже. На самом деле, там и будет ниже. Но вам лучше сначала до конца дочитать условия, чтобы картинка была более-менее реалистичной. Знаете, длину отрезка Е, Ф. Мне сейчас еще сказали, Е, Ф параллельно основанием. Но это не средняя линия. Е, Ф просто параллельно основанием. Где-то на каком-то уровне. А, Д, 42. Б, Ц, К, 14. А, Ц, Ф, Д, Ф 4 к 3. Деление. Это значит, Ц, Ф относится к Д, Ф как 4 к 3. Это не значит, что Ц, Ф это 4, а Д, Ф это 3. Это значит, что если Ц, Ф это 4 части, то Д, Ф это 3 части. Слово части в математике обычно заменяется X, Y и всем таким, чтобы на картинке это можно было как-то отразить. В решении, если я эти X буду использовать, не надо будет их ввести. То есть, если это к этому как 4 к 3, на картинке я могу подписать не 4, 3, а 4, X, 3, X. Или 4, A, 3, A. Или 4, B, 3, B. Думаю, вы поняли мою мысль. Так. Угу. Тут я знаю три способа решения. И в последнее время решаю все время одни. Мне кажется, он сам нормальный. Данила, кстати, уже написал. Удачи на пробнике. Вы, пожалуйста, не убейтесь об мой сегодняшний веб тогда, а как-то чуть-чуть отдохните. Эту задачу я сначала решу устно, а потом мы ее оформим. С более-менее сложными я всегда так делаю, с простыми не делаю. Пусть будет точка P. Допостроение здесь пригодилось чуть ли не в первый раз. Я беру и провожу диагональ. А теперь я буду доказывать подобие двух пар треугольников. И первая пара – это зелено-желтое подобие. У нас пока решение без оформления. Напоминаю, конструкция прямая параллельно этой и прямая параллельно этой. Но мы сейчас акцентируем свое внимание на части картинки, которые я выделила. На желто-зеленой части. С вас. Почему они подобны? В формате вертикальные плюс такие-то, общие плюс такие-то, прямые плюс такие-то. Без букв просто. Почему? Видим ли мы это подобие? Смотрите, сейчас задачи на четырехугольнике. Иногда у нас будут всплывать кусочки задач на треугольнике. Помним про лайки на трансляции, да? Что там нету? Я не вижу, кстати, сколько сейчас стоит, потому что давно страницу не обновляла. В общем, нету 100 лайков, нету следующего веба, ребят. Общие соответственные, молодцы. Да. Так. Я пока ничего не пишу, мы пока решаем. А коэффициент подобия можете сказать? Давайте меньшего к большему. Вот интересно. То есть коэффициент подобия это что такое? Это отношение сходственных сторон. То есть что такое учимся в уме писать ответы? Вот мы, конечно, все это распишем через соотношение, как всегда. Но сейчас я хочу, чтобы вы еще прокачались до следующего уровня и научились в уме без соотношения говорить ответы. Еще раз. Что такое коэффициент подобия? Если я хочу от мелкого к большему перейти, это эта сторона к этой, или же правая в мелком к правой в большом, или же левая в мелком к левой в большом. Вот чему сейчас равен коэффициент подобия мелкого к большому? А, 7 к 4 ответ правильный, если вы от большего к меньшему уйдете. 4 седьмых. Да, молодцы. Смотрите. Мелкое в зеленом, правое в зеленом, к правой в желтом. Это коэффициент подобия. Это отношение пропорциональных сторон. Отношение пропорциональных сторон это есть коэффициент подобия. То есть сейчас. К 4 к 7. Это вот у этой пары. Это значит, что вот эта сторона к вот этой относится как 4 к 7. Давайте. Пф к 42 как 4 к 7. Надеюсь, вы это поняли. То есть, смотрите. Если правое к правой относится как 4 к 7, то нижнее к нижнее тоже относится как 4 к 7. Отсюда Пф это 4 седьмых умножить на 42. Ну, как свойство пропорции. Я только чуть по-другому пошла. Я типа обе части умножу на 42. Сокращаем. 4 на 6 равно 24. Кажется, я вывела одну штуку. Но мне кажется, это более простая часть этого. Короче, простой кусочек этого решения. Сейчас мы куда пойдем? Мы пойдем в левую пару. Она чуть сложнее по той причине... Так, как всегда, цвет надо выбрать красивый. Левая пара чуть сложнее по той причине, что она перевернутая. Ну, может быть, не очень красивая. Ну ладно, пойдет. В общем, смотрим на вот эту голубенько-сиреневую пару. Скажите, пожалуйста, видите ли вы их подобие? Сложность в том, что картинка перевернулась. Вот я сейчас не могу перевернуть. Вы себе тетрадку можете перевернуть. Переверните, если плохо видите. Мне сейчас нужно, чтобы вы сказали, по какой причине сиреневые-голубые треугольники подобны. В чем вообще идея состоит? Идея состоит в том, что мне надо посчитать вот эту штуку. Да? А эта штука состоит из вот этой и вот этой. То есть я ПФ... ПФ по отдельности уже посчитала. Сейчас ЕП посчитаю второй парой, потом просто их сложу. Не поняла, почему четыре седьмых? Объясните, пожалуйста. Смотрите. Ну, хорошо, если бы мы писали по старинке. Соотношение сторон. Эта к этой. ЦФ к ЦД. Ка к ПФ к АД. Вы осмыслили, скорее всего, письменное решение, но не осмыслили устное решение. То есть типа на один уровень из двух поднялись. Смотрите. И вот это отношение сходственных сторон, это отношение сходственных сторон пропорциональных. Вот это к вот этому относится как 4 к 7, потому что здесь 4х, а здесь 7х. Вот. Возможно, вам в таком виде будет проще. Ну вот. Я чуть кончик от ручки не потеряла. Представляете? Потеряла бы, пришлось бы веб закончить. Он такой маленький, мы бы его не нашли. Так. Ну чего? Уважаемый человек, который спросил, почему 4 седьмых, отпишитесь. Понятно или непонятно? Возможно, это хороший вопрос. Возможно, сейчас поняли те, кто не понял моего устного решения, что уже соответствует следующему уровню. Понимание. Вот. Я расписала для вас по-обычному. Ну, то есть, икци сократятся, и вы получите по итогу то же самое. Глобально, когда вы... Вот соотношение сходственных сторон, это есть коэффициент подобия. То есть, правое к правой относится как 4х7, значит, нижнее к нижней относится как 4х7. Общая сторона и угол. Есть такое. Ой, какая общая сторона? Общий угол и... Общая сторона и угол чуть-чуть бред. Общий угол и соответственный. Мы с вами сегодня все одним пользуемся. Ну вот, да. Значит, общий зеленый и, соответственно, и синий. И вот тут тот самый, как бы, ну, переход, да, между двумя парами подобных треугольников. То есть, подобием вроде проблем у вас уже нет. Тут этот транзишн, да. То есть, надо как-то отношения перенести в эту сторону. И это нам помогает сделать фалес быстрее всего. То есть, можно и через подобие, но можно и через теорему фалеса. Так как фалес 23, 24, 25 периодически возникает, не скажу, что прям постоянно, но вот он все время нужен, когда вы про него забываете. Он очень ускоряет ваше оформление. Поэтому я рекомендую запомнить. Это трудно. Это еще один из способов решения. А, я поняла. Отделение параллограммы. Да, я раньше тоже так решала, но там много надо оформлять, ребят. Я тоже, на самом деле, была фанаткой этого метода. Типа, в одном треугольнике через подобие, а там параллограмм. Но там много надо писать про вот эти параллограммы. То есть, если решать это прям строго, то есть, устно, конечно, быстрее. Тут сразу такие, ага, это параллограмм, значит, это 14. А здесь быстренько подобие сделаем. Устно, да. А потом вы начнете оформлять про вот эти три параллограммы. Там надо в признаках не запутаться, там надо все это прописать. В общем, я долго выбирала, и в итоге выбрала, наверное, этот способ. Хотя кому-то больше зайдет тот. В общем, с точки зрения красоты я с вами согласна. С точки зрения оформления не знаю. Не знаю, кому что. Так, Арина, это я вам отвечала. Поняла, о каком вы способе. Отделить параллограмм. Фалес. Какой-нибудь другой раз, видимо, уже не сегодня. Значит, о чем говорит теорема Фалеса? Если у вас есть угол, который сечется обязательно параллельными прямыми, то отношение по одной стороне такое же, как отношение по другой стороне. Давайте применим это к этой задаче. У меня сейчас вот этот угол, который сечется параллельными прямыми. Отношение с одной стороны 4 к 3. Значит, отношение с другой стороны 4 к 3. По теореме Фалеса. Быстренько вот этот вот переход мы сделаем. Только не иксы. 4у, 3у тогда пишем сюда. Вот. И тогда коэффициент подобия вот этих двух треугольников. Проверяю ваше понимание. Скажите, пожалуйста, опять, меньше к большему. Какой коэффициент подобия? Как можно прокачать 25-ю задачу? Блин. Ну, 23-й и 24-й решать идеально с закрытыми глазами несколькими разными способами. Посмотреть мой интенсив под 25-й. Если у вас будет хорошая геома, скорее всего, ну, вы будете не то, чтобы запоминать, а параллельно со мной узнавать всякие новые идеи. И, ну, там в зависимости от уровня вашей геомы, вы либо наравне со мной будете решать одновременно, и у вас тогда это все осядет с первого раза, либо как большинство людей. То есть 25-я – это задача, которую можно просто, знаете, ну, с помощью какой-то, ну, с помощью труда, в общем, взять. В том году люди сказали, что первый раз сложно, второй раз вообще прикольно, но сами вы еще не решаете. Когда вы смотрите третий раз, вы уже решаете вместе со мной и быстрее меня. То есть к третьему разу понимают почти все. Ну, естественно, при условии, что вы на должном уровне заботили 23-24. В общем, 25-е – ну, посмотреть решение всех задач. Можно перед этим попробовать решить самостоятельно и в каждой как-то продвинуться, а потом посмотреть – это, ну, будет куда более качественно. Возможно, придется смотреть несколько раз. 3 к 7. Молодцы. 3 к 7. Значит, ЕП. Горизонтальное в мелком относится к горизонтальной в большом, как правое в мелком к правой в большом. Вот оно 3 к 7. Значит, ЕП делить на 14, как 3 к 7. То есть ЕПшечка – это 3 седьмых от 14. Что это такое? Это 6. 6 плюс 24 равно 30. Решение трехходовое. Почему трех, а не двух? Подобие – раз. Транзишн в виде теремфолеса. И подобие – два. Все 25-е, так же, как все остальное. Все по 2 баллов. У меня в том году были люди, которые не решили 23-24, решили 25. Потому что я просто вбивала все в мозг, что 25-е – это самое главное, что надо готовиться к одной задаче. В этом году я отошла от этой мысли. ЕГЭ-планиметрию можно. После того, как заботили 25-ю, идите в ЕГЭ-планиметрию, идите смотреть Максима Олеговича. Лучше, чем он. Никто планик не дает. Лучше подключать его курс. Это сейчас не реклама, правда. Я именно даже про планик говорю больше, чем про все остальное. Странно, конечно, все звучало. Ну, ладно. В общем, вот планик вы там точно заботаете. Вообще идеально. Там очень все грамотно расставлено. Там грамотные подборки задач. Не сразу в 16-е, в 17-е или какие они там сейчас. В общем, сначала 25-е. Потом можете решать, ну, начинать уже пробовать, думать над второй частью из ЕГЭ. И смотреть вебчики Максима Олеговича. Открытые, закрытые, без разницы. Это вам точно прокачает именно конструкция. Так. А почему от 14-ти? Ну, смотрите, пропорции. Ну, я... Подучите алгебру, извините, конечно. Обе части умножила на 14. Все. ЕП 14-ых умножить на 14. Ну, типа, тут ЕП делить на 14. Я хочу просто ЕП найти. Можно умножить на 14. А можно по свойству пропорции. ЕП равно 3 умножить на 14 делить на 7. Все будет то же самое. Так. Сердечки, если вы что-то поняли. Я стала очень много отвлекаться. А у нас с вами еще час. И 3 задачи. Ну, эту мы не оформили. Ее еще оформить надо. Это одна из самых сложных из 23-х. Мое мнение. Я думаю, что будет. Лиза, ответ на ваш вопрос. А как иначе сейчас жить? Ребятки, я чувствую, что вы уже там где-то потерялись. Потому что я сама потерялась. Пожалуйста, сердечки, если что-то понятно. Мы сейчас все это оформим. Если ничего не понятно, вы поймете это еще раз. Поскольку задача пока что самая сложная из всех. Мы соединяем все наши знания. И их пытаемся внедрить в эту задачу. Ну, потому что у меня тут было что-то между устным и письменным решением. Картинку я не стираю, пожалуй. Времени нет. Вот это все убираем. Начинаем оформлять. А это сейчас будет на два листа минимум. Потому что, ну, да. Да-да-да. Значит, пэшечку надо ввести. Любую новую букву мы вводим не только на картинке, но и в решение. Так. Что тут сейчас будут вопросы? Что это за запись? Это ужасно я написала. В общем, хотите пишите словами, но можно писать, типа, покороче. Пусть АС, вот этот значок пересекает, только, ради бога, не напишите, объединяет наоборот. Пусть АС пересекает ЕФ равно, это значит, в точке П. Вот так можно ввести точку. Можно что сделать? Написать словами. Пусть АС пересекает ЕФ в точке П. Сильно ли вы сэкономите или потратите время? Не сильно. Просто показываю, что можно так. Ввела буковку. Давайте я, наверное... Хотя зачем мне иксы? Я как бы знаю, что это 4 к 3. Я потом сказала, что это 4 к 3. В целом, иксы вводить не обязательно. Пусть на картинке будут и будут. Если я ими не пользуюсь, конкретно иксами, то мне их вводить в решение не обязательно. Я иду сразу в подобие желтого и зеленого треугольника. Оно никакое не перевернутое, оно максимально халявное. Здесь мне не надо заботиться о правильности букв. В смысле, мне надо об этом заботиться, но здесь это элементарно заботиться. Никакое не перевернутое. Вот как сверху, так и снизу. П, С, Ф подобен треугольнику А, С, Д стерлась. А, С, Д по двум углам. Перечисляем. Значит, напоминаю. Кто потерялся, еще раз вникайте. Общий фиолетовый. Плюс зеленые соответственные. С, Ф, П с вас секущие для зеленых. Бегом. Угол С, Ф, П и С, Д. Давайте сразу равен. Углу С, Д, А. Тире соответственные. При. А, П, Е, Ф параллельно А, Д. Секущие обязательно. Не будет секущей, будет 0 баллов. И секущие. Молодцы, спасибо. С, Д, все правильно. Два угла я предъявила. Берем соотношение сторон. Давайте сразу беру правые и нижние. Потому что левые мне сейчас вообще не сдались. Я Фаллельс им объясню. Подобием будет медленнее. Там будет 4 к 7. Поэтому это 4, это 3. Не хочу, я лучше Фаллельс запишу. С, Ф, К, С, Д. То есть, смотрите, не путайте. В Фаллельсе у вас вот такие вот отщепляющиеся отрезки. А в подобие у вас это к длинному. Не перепутайте подобие Фаллельса. Радь богу. А, С, Ф, К, С, Д. Ну, то есть, можно по букву, можно по картинке. Правое в мелком, к правое в большом. Я ради разнообразия пишу по картинке. Как нижнее в мелком, а к нижней в большом. Значит, смотрите. С, Ф, К, С, Д. Ладно, я все-таки введу эти иксы. Хотя я думаю, что можно сразу писать. Пусть, давайте, так как ввожу С, Ф, К, Ф, Д, равно 4 к 3, то пусть, это как вводить я пишу, С, Ф равно 4х, тогда Ф, Д, равно 3х. И вот сейчас будет понятно, после этого введения, типа, С, Ф у меня сейчас 4х, С, Д у меня получается 7х. То есть, я достаточно подробно все-таки это пишу. П, Ф у меня сейчас это П, Ф. Напоминаю, что у меня на картинке подписано, но у меня еще не найдено. А, Д это 42. Все, иксы сокращаются, получается 4 к 7 равно П, Ф к 42. Считаем, П, Ф по пропорции 4 умножить на 42 делить на 7. 1, 6. 6 на 4, 24. Это никакой не ответ, я посчитала П, Ф. Вот. Суперподробное оформление, то, что нужно. Дальше я перехожу, а, у меня промежуточное звено под названием Фалес. Фалес здесь позволяет, алло, гараж. Фалес здесь позволяет перейти от правой части к левой части, переходим. Вы еще не устали? Даже если устали, у нас нет возможности останавливаться, надо терпеть. Переход Фалес. О чем мы сейчас скажем? Мы скажем, что есть угол, который сечется параллельными прямыми. Это надо, как входные данные к Фалесу записать. Поэтому это к этому, как это к этому, по теореме Фалеса. Ввиду 4у и 3у. Вот такой план на второй шаг. Нет, 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 нет. На гомотете антипараллельной все сразу нет. Точно нет. Вот прям забудьте на время ОГЭ, забудьте обо всем этом. Смотрите, ну какая антипараллельность? Ну не, естественно, вам там надо будет доказывать равенство этих углов, скажешь, необоснованно. Плюс там тоже, знаете, ну в той же гомотете непонятно, что очевидно, что надо доказывать. Не рекомендую вообще. И даже на ЕГЭ. Даже на ЕГЭ не надо. Вот честно. Лучше так. Другое дело, конечно, если вы не можете решить без этого, с этим можете, то лучше написать так, чем не написать никак. Но подозреваю, что если вы знаете такие олимпиадные темы, то вы можете решить и без них. Вот такой будет мой ответ. Слушайте, там, блин, о чем вы говорите? Докапываются до угла между касательной и хордой. Нет. Все, мой ответ нет, однозначно. Угол АЦД. Угол АЦД сечется. Слово сечется вы, конечно же, забудете. Поэтому можно просто записать угол и параллельные прямые. Течется ПФ параллельно АД по теореме Фалеса. Вот, не как в подобии, а вот эти вот мелкие-мелкие штучки, которые отделились. То есть, ЦФ к ФД, так же, как ЦП к ПА, равно 4 к 3. Поэтому пусть отсюда ввожу ЦП4У, тогда АП3У. Надеюсь, вы не потерялись в оформлении. Мы сначала решили, теперь оформляем. Должно быть не совсем ужасно. То есть, что мы сейчас делали? Мы рассмотрели вот это подобие. Из подобия нашли вот эту штуку 24. Потом Фалеса взяли. Здесь 4 к 3, значит здесь 4 к 3. Занудное оформление, мысль секундная. А для чего мне нужно это 4 к 3? Чтобы перейти и знать коэффициент подобия в сиренево-голубых треугольниках. Сиренево-голубая пара. Треугольник ЕАП подобен треугольнику БАЦ по двум углам. Перечисляем. Снова общий зеленый, БАЦ общий. И синие, соответственно, с вас секущая сразу. Угол АПЕ равен АЦБ. Отмечайте их там дугами, цветами, иначе запутайтесь в буквах. И буквы не забывайте проверять. Как, соответственно, при ЕП параллельной БЦ. Так, секущая есть. Молодцы, но уже мало. Ну вы устаете, я чувствую, да? Я тоже немного. Хотя я неделю отдыхала. Неделю отдыхала, контенсиву готовилась. На самом деле не отдыхала, а кашивала, как не знаю кто. Соотношение сторон. Снова по картинке пишу. ЕП к БЦ. Типа верхняя к верхней. Как правая к правой. АП к АЦ. Вам никто не запрещает по буквам. Я сейчас пишу по-всякому. По буквам, по картинке, чтобы вы и так, и так. Верхняя к верхней, как правая к правой. Правая в мелком, к правой в большом. Не перепутайте. Все подставляю. ЕП не знаю. От БЦ сейчас 14. Пока в иксах. Ой, в икриках. Здесь 3у, а здесь 7у. Все идеально понятно. Третий лист уже пошел. ЕП делить на 14. 3 к 7у сократила. Пропорция пошла. 14 на 3 делить на 7. Сокращение 6. ЕПшечка равна 6. И, пожалуйста, не забудьте последнее действие. Сделать о том, мы уже забыли. Надо просуммировать эти два отрезка, поскольку просили найти ЕФ. Четвертое действие, самое халявное, но я пишу сначала в буквенном виде. ЕП плюс ПФ. Маленькие кусочки мы нашли. Это 6 и 24. Ответ на задачу 30. Так. Где-то можно докопаться. Ну, мне сказали, что эту теорему вообще нет ни в одном учебнике, который есть в перечне. Я, честно, не стала проверять. И потом мне сказали, что если вы ей пользуетесь, вы хотя бы напишите формулировку, а не сразу пишите, этот угол равен этому. По теореме об угле между касательной хордой. Ну, типа, хотя бы написать, что это касательный, этот угол между касательной хордой. То есть, этот угол равен половине дуги, следовательно, он равен такому углу. То есть, мне сказали, хотя бы это размусольте. Но, знаете, все, кто ей пользовался, по итогу засчитали. Ну, я сказала на щелчке, вот, пожалуйста, так подробно, я вас умоляю, бла-бла-бла. Есть такая информация. Ну, короче, мы перестраховались и всем засчитали. Что было бы, если бы вы написали это как-то кратенько, не знаю. Мне сказал председатель комиссии одного из регионов, одного из субъектов РФ, что вот так вот. Так, у нас час. И с вас обратная связь по поводу самой сложной задачи. Как она? Подъемная, неподъемная? Все плохо, вы уже не можете или еще терпимо? Ну, мы к ней пять задач готовились, извините. Это уже хорошо, это уже прямо 25-й, такое надо будет делать постоянно. Какое задание? Ну, вот сейчас седьмое переходим. Файлик с условием есть. Ну, давайте еще раз, что ли. Смотрите. Ну, давайте, давайте. Кратенько расскажу, чтобы сейчас все уложить, я обещаю. Параллельность есть. Смотрим на вот этот кусочек. Вспоминаем предыдущую задачу, чуть ли не первую, вторую, которая сегодня была. Параллельность, значит, подобие, общий плюс, соответственно. Коэффициент подобия есть, 4 к 7. Потому что это 4 части, а это 7 частей. Правая к правой, 4 к 7. Значит, треть задачи закончилась. Фалес. Смотрим на этот уголочек. Он сечется параллельными прямыми. Теорема Фалеса. Если угол сечется параллельными прямыми, то это к этому, как это к этому. Если здесь 4 к 3, то здесь 4 к 3. Второй шаг, конец. Третий шаг, заключительный. Самый сложный. Сложный в том, что голову свою надо перевернуть или тетрадку. Больше ни в чем. Вот на эти треугольники смотрим. Снова такое же подобие, как здесь. Но коэффициент подобия чуть другой, стало, что все перевернулось. Почему они подобны? Опять общий плюс соответственный. Та же самая ситуация, просто перевернулась. Как понять коэффициент подобия? Ну, давайте запишем. Это к этой, как это к этой. Иначе говоря, верхняя к верхней, как правая к правой. Все. Правая к правой. 3 у к 7 у. То есть 3 к 7. То есть ЕП делить на 14, как 3 делить на 7. Пропорцию сделали, шестерку нашли. Последний шаг ни о чем. 6 плюс 24 равно 30. Сейчас у вас плюсы. Просто жду миллион плюсов. Третий раз мы решили эту задачу. Процентов 70 понимания должно быть. Даже если вы только сегодня поняли тему подобия. Спасибо. Спасибо, спасибо. Вот так и с 25-ми будет. Первый раз ничего не понятно. Второй раз. О, где-то там есть какие-то умные мысли. Третий раз. Как это можно было не решить за 5 секунд? Так со всей геомой на самом деле. Вам везет в ОГЭ. Вы знаете заранее, какие задачи вам попадутся. Их много. Но вы знаете их заранее. Это как-то придает уверенность. В ОГЭ такого не будет. Но там будет что-то похожее с конструкциями. Найдите боковую сторону. АБ трапеции. Это задача, которую я называю. Рисуем сначала неправильный рисунок. Потом рисуем правильный рисунок. Трапеции. А, Б, С, Д. Если углы А, Б, С равны 60. И мы сразу понимаем, что они соответствуют картинке действительности. Потому что этот угол у меня тупой. А он 60-60 от острый. А, Б, С, Д 135. Что делать? Как быть? Ну то есть мы же привыкли, что у трапеции снизу два острых угла. А сверху два тупых угла. А у меня как бы сказали, что А, Б, боковая сторона. То есть это действительно два верхних угла. Один из них острый, а другой из них тупой. Как делать? Что, как быть? Что делать? Трапецию. И вот так можно нарисовать. Потому что у вас определение трапеции. Это не то, что она вот так расширяется. Ее можно на самом деле и вот так нарисовать. То есть определение трапеции. Две стороны параллельны, две другие не параллельны. Главное, параллограмм не нарисуйте. То есть вот так нельзя нарисовать, что у вас эта сторона будет параллельно этой. А вот так можно. Поехала в одну сторону. Главное, чтобы они были не параллельны, а эти были параллельны. Поэтому я беру и все стираю. Пожалуйста, вот задачи так и сделайте. Потому что решать по неправильному чертежу с точки зрения острый и тупой угол это катастрофа. Так. Да, 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 да. Все вы правы. Молодцы, кстати, вспоминаете. Красавчики. Это круто. Ну что, с окружностью будет самая жесть, я думаю. На следующем вебе. Но те, кто на курсе, должно быть нормально. Потому что я уже так изрядно на вас поругалась за эту окружность. Ну, окружность такая тема, она как-то медленнее вдалбливается в мозг, чем треугольники-четыреугольники. Нарисовал более-менее похоже на правду. А, В неизвестно. А, В, С, 60. А, В, С, Д, 135. А, С, Д, 36. А, В, найти. Сначала решаем, потом оформляем. Главная фишка этой задачи – опустить две высоты. Почему две? Потому что в трапеции высоты равны везде, где бы вы их ни провели. Что такое высота в трапеции? Это расстояние между параллельными прямыми. А расстояние между параллельными прямыми везде одинаковое, даже если вы проводите его вне трапеции. Поэтому я сейчас из вот этой части картинки постараюсь найти высоту. И высота у меня будет тем самым элементом, который позволит мне из правой части картинки перейти в левую часть картинки. Короче, здесь найду высоту и здесь найду высоту. Почему мне надо сюда перейти? Потому что АБшку просит найти. Почему начать надо отсюда? Потому что здесь СДшку знаю. Думаю, мысль понятна. Короче, я провожу высоту. Высота здесь 90, здесь 90, здесь 90. Короче, высота – это перфендикуляр к параллельным прямым. Поэтому, если здесь 90, а здесь 135, быстренько ответьте мне на вопрос, чему равен этот угол. Понимаю, что те, кто на курсе, мне кажется, задача уже вообще идеальна. Ну, она так легко запоминается. Так, кто не отписал сейчас решение? Да, 45. Молодцы. 45. Дальше. Дальше поехали. Вот этот треугольник у меня прямоугольный, и в нем угол 45. Значит, на оставшийся тоже 45, и он равнобедренный. Тут можно по Пифагору пойти, но я не хочу идти по Пифагору. Я пойду через синус, скажем, или через космос, неважно. Ну, допустим, синус 45, вот на этот угол сейчас смотрю, это противоближающий катет делить на гипотенузу. То есть, h к 36. Тут лучше через тригу решать, будет быстрее, чем через Пифагору. Корень из 2 на 2 равно h на 36. Считаем. 36 корней из 2 делить на 2. Да? 18 корней из 2. То есть, я посчитала высоту. Кидаем сердечки. Я как-то сейчас очень непонятно все делаю. Кидаем сердечки, если понятно. То есть, смотрите, еще раз. 90-90, значит, здесь 135 минус 90-45. Поняли, что прямоугольный равнобедренный треугольник. Я знаю гипотенузу, хочу посчитать высоту. Думаю, ну, вот этот угол знаем, значит, надо синус написать. Можно было через вот этот косинус написать. Зря я вообще стала заморачиваться с этим углом. Значит, если вот на это смотрю, h делить на 36, это синус 45. Синус 45 табличное значение есть везде там в ваших материалах. Высоту нашла, высота это звено. Это не звено, а правильно слово подобрать, даже не знаю. Ну, вот, по-умному, это инвариант называется. Ну, короче, что-то, что нам позволяет перейти что-то, что не меняется. Вот высота сейчас это что-то, что не меняется, что позволяет от правой части, где мы что-то знали, перейти к левой, где нам надо что-то найти. Вот в геометрии часто такая штука будет, когда мы что-то находим в одном месте, а потом оказывается, что это что-то равно чему-то в другом месте, и мы так перескакиваем на разные части картинки. Прикольно. Теперь мы переходим вот в этот треугольник. И что мы здесь видим? Можно, конечно, идти через теорему 30 градусов, но мы тогда найдем вот этот катет, потом будет пифагор. Короче, тригу осваиваем и делаем быстро мое резюме. Я вижу здесь 60, он прямоугольный, знаю вот этот катет, надо найти гипотенузу. Этот катет является противолежащим по отношению к углу в 60, поэтому надо писать синус 60. Почему синус? Чтобы фигурировали нужные для меня стороны. Синус – это отношение противолежащего катета к гипотенузе. То есть в данном случае 18 корней из 2 делить на х. Табличное значение, минутка алгебры. Считаем 2 на 18 корней из 2 делить на корень из 3. Что за гадость несусветная? Так, ну давайте еще сделаем. 36 корней из 2 делить на корень из 3. Избавимся от рациональности в знаменателе. Алгебра. 36 корней из 6 делить на 3, 12 корней из 6. Об алгебре сейчас подробнее поговорим. Задача получилась алгебраическая, а не геометрическая. Ну, я, может, даже неправильно, не всем правильно говорю, что такой инвариант. В общем, в моем понимании инвариант – это что-то, что не меняется. И его можно придумать где угодно. В геометрии, в алгебре. Я не знаю. Типа в комнате. Если... Что за бред я несу? Ну ладно. Ну, короче, не уверена, что я правильно понимаю значение этого слова. Мне кажется, что правильно. Формула синусов-косинусов. Ну, да, есть что это такое. То есть, кто там прилежащий к гипотенузе, кто к кому. И есть табличные значения. Это все есть. Не понимаю синусы и косинусы. Посмотрите веб по 15-м. Хотя бы вот на этих задачах по тригонометрии. Вам этого уровня на самом деле даже хватит. Ну, то есть там по тайм-кодам перемотаете. 10-15 минут посмотрите. Посвященные триги. Вам станет легче. Мне открыли глаза. Да-да-да. Ну, нет. Я тоже раньше решала все это через Пифагора, честно говоря. И думала, что детям проще понять. Потом Пифагор – это, знаете, это просто геометрически, но вот эта возня с корнями непонятная. Короче, в теме корня надо хорошо ориентироваться, чтобы нормально все это считать. Поэтому в какой-то момент я решила, что проще объяснить тригу и решать за 5 секунд. О! Да, спасибо, спасибо. Ну, тут какое-то такое художественное определение, но в целом математики тоже. В общем, что-то неизменное, да. Что-то, что не меняется. Мы с вами решили задачу. Я поздравляю. Теперь мы все это стираем. И что делаем? Правильно, заново решаем. Даже картинку сотру. Решили. Молодцы. Теперь оформляем. Считайте, что это второе решение. Мы уже знаем, что трапеция у нас поехавшая. Рисуем поехавшую. Ой-ой, совсем поехала. Такс. Ну, я тут равнобедренность не сохранила, но мне главное хотя бы острые тупые сохранять. А то, что у меня там не 45 будет, а 50, это ладно. Значит, что дано? 60, 135. Следующая веб-среду, я напоминаю. 17.00. Сколько будет идти? Тоже 3 часа. Я думаю, что тут будет все по 3 часа. К сожалению. На счетчке, конечно, было быстрее, но там был уже не в первый раз. А, вы слушали задачу. Ну, не вы, ваши предшественники. Предыдущее поколение. Значит, мы проводим две высоты. И сначала нам надо это объяснить. GoodNotes. У меня вот это в школе я работала в том году. Все ученики в этой проге писали. Вообще все. Никто не писал уже на листках. Все писали в планшетах. GoodNotes на iPad. Надо покупать. Рублей 600 стоит. В какой-то момент были проблемы с покупками. Но судя по тому, что у меня все дети работали в этой программе, проблем с покупкой уже нет. Нет, нет, нет. Влад, это будет как бы хорошо в моменте, но плохо потом для вас. Надо терпеть, либо досмотрите потом. Без оформления нельзя. Это катастрофа. Это будет бессмысленное мероприятие. Все, погнали. Оформление недолго. Оформление... Что делает оформление? Оформление помогает нам еще раз осознать. Проведем высоты в трапеции. Кто интенсив еще не подключил, подключайте. Здесь ссылка есть. Для вас это никаких особых телодвижений. В общем, вам никаких телодвижений делать не надо. И АН перпендикулярно БЦ. Там один репост, подписаться в кучу мест и на ссылочку ткнуть, и вам все подключат. Будет вам на платформе домашка. CH перпендикулярно АД и АМ перпендикулярно БЦ. Можно даже сказать, что CH равно АМ сразу, как высоты в трапеции. Заранее. Пригодится. Потом на пункт 1 просто сошлюсь. Так, высоты я начертила. Дальше. Я говорю, что вот этот угол 90 градусов, потому что мне сейчас надо будет из 35-90, надо будет это объяснять. CH перпендикулярно БЦ, так как CH высота. Следовательно, угол БЦ 90. Да, я сейчас мусолю очевидно, а по-другому никак. Очень хорошее управление должно быть в ОГЭ, они прямо так капаются. Угол HCD, это даже сначала буквенным, BCD, минус угол BCH. Ну, короче, 135 минус 90. Сейчас это будет 45. Что я объяснила? Я объяснила вот это вот 45. И я снова буду чуть-чуть облегчать себе. Смотрите, я перехожу, еще раз объясню тригу, кто плохо знает. Ну, на уровне, кто вообще не знает, не смогу времени. Смотрите, я сейчас перехожу в желтый треугольник, и я думаю, я знаю 45 градусов. Мне сейчас нужно найти CH, а знаю гипотенузу. Я перебираю. Вот этот угол у меня 45, у меня фигурирует вот этот катет и вот эта гипотенуза. Я должна для себя решить, какую тригонометрическую функцию мне надо написать, чтобы я смогла найти. И сейчас это косинус, потому что косинус отношения прилежащего катета к гипотенузе. Если я не хочу к этому углу переходить, как я переходила в решение, мне лень писать еще один ход. Я хочу с этим углом поработать. А для этого угла вот этот катет, это прилежащий, а вот это гипотенуза. То есть прилежащий и гипотенуза. Значит, пишем косинус. Треугольник CHD прямоугольный. Еще раз объясняю, потому что CH перпендикулярно AD. Вдруг они забыли. И я пишу косинус угла HCD. Сначала один раз в общем виде, потом уже подставлю. HCD, который 45, это прилежащий CH гипотенузе CD. Теперь подставляю. Косинус 45 равен CH делить на CD 36. Подставляю. Корень из 2 на 2 равно CH на 36. Следовательно, новый лист вынужден. Пропорция 36 корней из 2 на 2 равно 18 корням из 2. Что я сейчас вывела? Я сейчас вывела 18 корней из 2 в высоту. Инвариант 18 корней из 2. Это будет переходная штучка для левой части картинки. Сейчас я это записываю. Четвертое. CH равно AM равно 18 корней из 2 в скобках высот трапеции. Объяснила. Вот. Теперь я перехожу в этот треугольник. Опять пишу, что он прямоугольный. Пишу синус 60. Еще раз сейчас обсудим, почему синус, а не что-то другое. То есть переходим в зелененькую часть. Оформление, кстати, недолго. 180 минус 135 как смежное Е. Там 135 минус 90. Да, смотрите. Просто это не смежность называется. Вот когда это начало седьмого класса. Вот если у вас есть угол какой-то, и он поделился каким-то лучом. Вы знаете большой, вы знаете вот этот. Чтобы найти оставшийся, вы из большого вычитаете маленький кусочек. Здесь, смотрите, у нас вот этот угол 135, а вот этот кусочек в нем 90. Как найти вторую половинку? 135 минус 90, 45. Вот тут это написано. Так, значит, высота наш инвариант. Зеленый треугольник. BMA. Пятый пункт. Треугольник BMA-прямоугольный. Треугольник BMA-прямоугольный. Опять AM перпендикулярно BC. Это мы так провели. Так. Значит, теперь смотрим и думаем. Смотрите. У меня есть вот этот катет, есть гипотенуза, и есть вот этот угол 60. Я не хочу переходить к 30. Я хочу работать с ним. Я хочу не делать лишних шагов. Значит, надо понять, вот этот катет и гипотенуза кем являются по отношению к углу 60 градусов. Гипотенуза, она и в Африке гипотенуза. Меня волнует катет с точки зрения противолежащей или прилежащей они. Для вот этого угла в 60 градусов вот этот катет противолежащий. То есть, смотрите, для угла в 60 градусов у меня фигурирует противолежащий катет раз, гипотенуза два. В какой тригонетрической функции фигурирует противолежащий катет и гипотенуза? Только в синусе. Поэтому я пишу синус этого угла. Синус, надеюсь, понятно объяснила, МБА. Это противолежащая гипотенузе, просто определение АМКБ, ничего умного. Подставляю, синус 60 это АМ сейчас знаю, 18 корней из 2 КБ. Минутка алгебры началась, корень из 3 на 2. Табличное значение в справочных материалах посмотрите, если не знаете. Пропорция. 18 корней из 2 умножить на 2 делить на корень из 3. Так, вот здесь сейчас пошла алгебра, я приторможу, могут быть проблемы. Во-первых, что такое 18 корней из 2? Кто не знает, это 18 умножить на корень из 2 еще умножить на 2. Это тупо умножение. Слишком много слова тупо, извините за мной. Надо следить, в общем, фильтровать свою речь. 18 умножить на корень из 2 умножить на 2. Умножение обладает переместительным свойством, поэтому я эту двойку просто вперед. То есть я могу записать как 2 умножить на 18 умножить на корень из 2. В общем, это все делает 36 корней из 2. Давайте я даже снова буду писать умножить, чтобы вы не забыли. Это как 2х. 2 умножить на х. 36 корней из 2. 36 умножить на корень из 2. Делить на корень из 3. В таком виде подадите в ответ «засчитают». Ну вот реально засчитают, но лучше подавать, учиться правильно, в хорошем виде. Если у вас есть корень из знаменателей, надо избавляться. Избавляемся мы по основному свойству дроби. Основное свойство дроби нам гласит о том, что если и числитель, и знаменатель одновременно умножить или разделить на одно и то же число, то дробь не изменится. В частном случае, 1 вторая равно 2 четвертым. Я и то, и то одновременно умножаю на 2. Сейчас, чтобы у меня пропал корень из знаменателей, я и то, и то умножаю на корень из 3. Почему? Так выгодно. Корень из 3 на корень из 3 даст мне 3. Корень из знаменателей пропадет. Поэтому, что здесь получаем? Здесь получаем 3. Здесь 36 умножить на корень из 2 на корень из 3. Ничего не извлекается. Корень из 2 умножить на 3. В произведении под один корень корректно. В сумме в разности нет. 36 корней из 6. Ударилась я в алгебру. Сокращаем. 12 корней из 6. Ответ. Вот. В этой задаче, мне кажется, проблемной больше алгебра, чем геометрия. Но нет. Вот честно, скажем, мне кажется, ответ 1 делить на корень из 7 даже более предпочтительный, чем корень из 7 на 7. Короче, негласное правило это то, как проще выглядит, тот ответ и лучше. То есть иногда с иррациональностью в знаменателе выглядит намного лучше, чем без. Это больше, конечно, даже 11 класса касается, но такого критерия точно нет. Синус cdh. Да, можно синус cdh. Я так и делала в предыдущем решении. Но для того, чтобы рассматривать синус cdh, вам надо будет еще один шаг прописать. Что это треугольный... Надо скоро заканчивать. Треугольник прямоугольный. У нас две халявные задачи, не переживайте. Это 45, значит, это 45. То есть вам придется еще одну строчку написать. Мне было лень, поэтому я решила здесь косинус смотреть. Так, ребят, плюсы в чат. Даже никакие не сердечки, если вы поняли эту задачу. Она меня волнует, поскольку она такая. Не очень похожа на все остальные. Других... Ну, вот таких нет. Ее надо понять один раз. Я понимаю, что вы наверняка поплыли. Мы сидим два с половиной часа. У нас две халявные задачи. Сейчас просьба просто сконцентрироваться и решить халяву. Вся жесть закончилась. Но я бы сказала, что вот эти две задачи относительно жесткие, наверное. Первые пять, они в одном блоке лежат. Дальше были вот эти две неприятные на трапецию. Сейчас будет все как по маслу. Да, любимая всеми задача про параллограмм. Сейчас мы все это с вами сделаем. Она очень-очень приятная, поскольку здесь фигурирует свойство бисектрисы параллограмма, которым пользоваться, естественно, нельзя. Но мы его сейчас с вами заранее выведем. Плюс почему приятно? Потому что эта задачка, это свойство фигурирует в 23-е и в каких-то 24-х. Короче, я думаю, что не то. Я не могу на одном уровне поставить точки, представляете? Я вообще уже поплыла. Вот. Значит, сейчас мы с вами отдельно ботаем это свойство, как в случае с подобием. Потом отдельно его же переносим в задачу и запоминаем, я надеюсь, на всю жизнь. Через РБ, да. Да, да. Даже не треугольники, а один тут. Бисектриса угла А. Параллограмма пересекает сторону... Сейчас обсудим, куда там бисектриса должна проходить. А, В, С, Д. Бисектриса делит угол пополам. Отмечаем это. Пересекает сторону В, С в точке К. Найдите периметр параллограммы, если БК – 10, СК – 18. Вот такая задача, но сейчас не об этом. Во-первых, куда может прийти бисектриса в параллограмму? Первый момент. Многие почему-то думают, что бисектриса совпадает с диагональю. Так только в ромбе. Работать в параллограмме нет. Ну, работать, если параллограмма является ромбом. Короче, бисектриса в параллограмме может прийти в три места. Она может прийти в верхнюю сторону, как в данной картинке. Она может прийти в боковую сторону, если у меня параллограмм узенький и высокий. Вот. И она может прийти в точности в вершину, если параллограмм является ромбом. То есть куда угодно она может прийти. Мне сейчас сказали, что точка К лежит на БЦ. То есть я сама вынуждена нарисовать параллограмм такой, достаточно длинный. Тогда она придет сюда. Наверное, да, ответ 7,6 могла быть в первой части. Это мы обсудили. Теперь. Отдельное свойство параллограммы, которым нельзя пользоваться без доказательств. Иначе в сути, ну, как бы задач как таковой нет. Это бисектриса параллограмма отсекает равнобедренный треугольник. Доказываем это отдельно. Ну, и в этой задаче тоже докажем. Смотрите маги. Бисектриса, значит, эти углы равны. Теперь я выделяю вот этот кусок. Если вы не знали это свойство, вы сейчас офигеете. Хоп-хоп, накрест лежащий. Конец мы доказали. Еще раз. Вот эти уголочки равны, как изобисектрисы. Вот эти уголочки равны, как внутренний накрест лежащий при параллельных прямых и зеленой секущей. Итого, они все втроем равны. В этом треугольнике два угла равны, значит, он равнобедренный. Вот. Мы с вами доказали фундаментальное свойство параллограмма. Ну, как фундаментальный, нормальный такое. Что бисектриса отсекает равнобедренный треугольник. Хорошая задача. Согласна. Вот. Теперь мы это просто перенесем сюда. Давайте. Заново все это выведем. То есть мы будем писать, что вплоть до маразма, что этот угол равен этому из того, что это бисектриса. Этот равен этому из того, что они внутренний накрест лежащий при бла-бла-бла-бла-бла. Следовательно, в этом треугольнике два угла равны. Следовательно, он равнобедренный. Писанина чуть занудная. Так как он равнобедренный, то вот это вот 10. А периметр считаем. 10 плюс 10 плюс 28 плюс 28. Ответ. Конец. Оформляем. Запомните это свойство и запомните, что им пользоваться нельзя. Но лучше его в голове отдельно держать, тогда вам проще будет его увидеть. Так. Да-да-да. Вот тут, ну, несопоставимо же с вот этой задачей, да? Ну, несопоставимо. Вот это пока самое жесткое. Вы со мной согласны, не согласны? То есть я ее отношу к топ-3. Если забить на всю окружность, в окружности, кстати, сильно жестких нет. Я бы сказала, что вот эта задача, наверное, вообще почти самая непонятная. Оформляем. Так, я сейчас... Ладно. Ну, я не буду убирать. Ладно, уберу. Что-то как-то лень. Хочу убрать то, чего нет. Ну, в смысле, то, чего не было. Десятки не было. И вот этого... Ну, конечно же, не то убралось. Ладно, без шансов. Я не буду убирать этот угол. В общем, я сейчас распишу, что он накрест лежащий. Не получается у него стереть. Первое. Угол, короче, очевидный, говорим. Вот этот равен вот этому. Угол баг равен углу кат. Так как бисектриса. Тут все быстро. Так как АК-бисектриса. Дальше. Второе. Сейчас будет четко по пунктам. Смотрите, я скажу, что вот этот равен вот этому. Потом прям в той же последствии букву скажу, вот это равно вот этому. А потом просто скажу, из пункта 1 и 2 следует, что вот это равно вот этому. Чтоб не было слишком длинно. Да, есть. Синусы есть табличные. Скачайте себе уже их наконец-то. Будете знать. На чем пишете? На iPad пишу. 19-го года выпуска. Программа GoodNotes. Платная. Рублей 600 стоит. Очень-очень классная штука. Если сможете оплатить там с чего-то. Хорошая программа. Удобно писать. Так. Значит, угол. Как? Специально его пишу так же, чтобы прям было кристально понятно, что сейчас транзитивность будет. Расскажу, что такое транзитивность. Угол КАД равен углу БКА. Как на крестежащие? Как внутренние? С вас секущие. Бегом. Как внутренние на крест лежащие при ПЦ параллельно АД. Опять, элементарное решение. Писать. Нет секущие, ребят. Вы вообще уже обнаглели. Спасибо, есть. Беру слова обратно. И секущие АК. Еще раз, что я сделала? Я сказала, вот это равно вот этому изобисектрисы, а потом вот это равно вот этому, как на крест лежащие. Вот. Вот у них есть опять, назовем это инвариантом. Ну, то, почему связываются. Что за свойства транзитивности? Типа, если А равно Б, а Б равно С, из этого следует, что А равно С. Вот это вот по-умному называется транзитивностью. У меня сейчас это равно этому, и это равно этому. Значит, вот эти равны между собой. Но я не буду писать по транзитивности, я же не хочу, не знаю, свести с ума проверяющих. Поэтому я просто напишу, из пункта 1 и пункта 2 следует, так можно делать. Даже нужно, я бы сказала, это достаточно полезно. Ну, типа, сладко какие-то пункты, чтобы было меньше писанины, от этого тоже устаешь. Но при этом они такие, так, посмотреть сюда, посмотреть сюда. Реально следует. То есть такие ссылки даже полезны. Что угол БАК равен углу БКА. И мы точности понимаем, что мы попадаем в этот треугольник. Можно сразу сказать, что из этого следует, что треугольник АБК равнобедренный. Не пишите, признак это ли определение, а ошибетесь, будет плохо. Не надо этого писать. В копочках это признак. Из этого следует, что АБ равно БК равно 10. Все. Последний шаг, я считаю, периметр. Периметр парилограмма это АБ плюс ЦД плюс БЦ. Короче, сумма длин всех сторон. Пишу, что это 10 плюс 10. Нет, давайте я сторонки сначала БЦ посчитаю. Где-нибудь вот тут. БЦ равно БК плюс КЦ равно 10 плюс 18 равно 28. 10 плюс 10 плюс 28 плюс 28. Но мне могут это сказать недостаточно обоснованно. Формально я должна еще сослаться на то, что эти штуки равны как противоположные стороны парилограммы. Сейчас сошлюсь. АБ равно ЦД равно 10. Смотрите, здесь нет мелочей, поскольку задача супер халявная. Надо объяснять абсолютно все. Как противоположные стороны парилограммы. Так, и самое главное не обсчитаться. 20 плюс 56, 76. Надеюсь, я не обсчиталась. Так, ну что? Это была предпоследняя задача. Да, фигурная скобка отсюда следует тоже можно. Тогда вам надо вот так вот столбик писать. Да, я тоже так делаю. Так, ребят, сердечки, если все понятно и по решению, и по оформлению, тут упускать нельзя ничего. Задача слишком простая. Чем проще задача, тем больше докапывается до оформления. Просто запомните такую связь. Откуда БЦ равно 20? Ну смотрите, смотрите. Вот это было 10 по условию, это было 18 по условию. Вот БК 10, ЦК равно 18. Вот эти два числа мне дали. Потом из-за равнобедренности я поняла, что это тоже 10. То есть, что это 28, я знала в самом начале. Я пропустила ваши сердечки, но, допустим, вы все поняли. Заключительное? Ой. Лечилась я, лечилась. И что? Вроде вылечилась почти. Бисектриска углов А и Б при боковой стороне А, Б. Трапеции А, Б, С, Д. Трапеция. Простая задача. Надо запомнить оформление первой части. Ну то есть, устно это все делается быстро, надо это научиться оформлять, и она будет одной из самых простых для вас. Но с первого раза, возможно, не будет. Со второго будет. Надо запомнить один факт, научиться его доказывать. Здесь через тереомифагора, да, самое главное дейти до тереомифагора. Бисектрисы углов А и Б при боковой стороне А, Б пересекаются в точке Ф. Бисектрисы, это никакие не диагонали, они снова, как и в случае с параллограммом, могут приходить сюда. Если трапеция более узкая, могут прийти в боковые, могут прийти в вершине, в каком-то частном случае. Я их даже дорисовывать сейчас не буду. Просто останавливают в моменте, когда они пересеклись. И все, вот такую картинку рисую, серьезно. Пересекаются в точке Ф. АФ равно 32. БФ равно 24. Найдите АБ. И вот сразу мы понимаем, что не будет здесь, если мы не знаем здесь угла, там 30, 60 или 45 или 90, задачу мы не решим. А самое главное, я не отметила, что это бисектриса. Если я это и не отметила, задачу я тоже, естественно, не решу. Сейчас мы с вами доказываем факт. Замечательный факт, который не только к трапеции относится, а к любым внутренним односторонним углам. Что? Бисектрисы односторонних углов перпендикулярны. Доказать это можно двумя способами геометрическим алгеброй. Я могу и так, и так. Но нет. Алгебра. Все. Я выбрала. Вы как хотите. XX, Y, Y. Мы не боимся. Мы уже взрослые. Мы вводим спокойно переменные и избавляемся от этого страха. XX, Y, Y. Я понятия не имею, какая здесь градусная мера. Здесь может быть абсолютно любая. Может быть, 1 и 179. Может быть, 80 и 100. Но они односторонние, поэтому в сумме 180 дают. Короче, это разделило пополам. Пусть будут XX. Там разделило пополам Y, Y. Какое уравнение я могу составить, зная, что сумма односторонних углов у меня 180 градусов? Напишите, пожалуйста, какое уравнение на мои переменные я сейчас могу составить? Это, ребят, надо писать в решение. Это сейчас не для красоты. Нельзя просто сказать, бисектрис односторонних углов перпендикулярно. Вас снова пошлют и скажут, что тогда с задачей нечего делать. Нельзя этим пользоваться без доказательства. Молодцы. 2X плюс 2Y — 180. Что это значит? Откуда взялось? Этот угол X плюс X — 2X. Этот угол Y плюс Y — 2Y. Эти два угла являются внутренними односторонними, поэтому в сумме дают 180 градусов. 2X плюс 2Y — 180. Что мне хочется сделать с этими равенствами? Я сейчас хочу посчитать X плюс Y. Что мне хочется? Ну, Ирин, вы пишете в целом правильно, но не для моих обозначений. На 2 сократим. Ну, то не сократим, ой, делим обе часть уравнения на 2. X плюс Y равно 90. О чем мне это говорит? Я перехожу вот в этот треугольник. Получается, что у меня вот эти два угла в сумме 90 градусов. Сумма всех углов 180, а на эти два в сумме приходится 90. Значит, здесь 90. И мы доказали тот самый факт, что биссектрисы внутренних односторонних углов, они не только в трапеции односторонние, они могут быть в параллелограмме, могут быть где-то в ромбе, в прямоугольнике. Простите. Трапеции. Короче, неважно где. Везде, где есть односторонние углы, биссектрисы у них всегда будут перпендикулярны. Ну, сейчас трапеции, окей. Короче, доказали. Значит, вот здесь будет у меня угол 90 градусов. И я просто пифагорчика сделаю и конец. Поехали. Я это, ну, вот это не буду убирать нижний. В общем, факт, что биссектрисы односторонних углов перпендикулярны. Пользоваться нельзя, доказывая внутри задачи. Точно так же, как нельзя пользоваться, чтобы биссектрисы у перелограммы отсекает ренобедренный треугольник. Это набор фактов, которые лучше знать, но при этом понимать, что внутри задачи их надо вывести. Середина А, Б и Ф. Ну, возможно, возможно, возможно. Надо подумать над этим и доказать. Так. Что хотела сказать? Хотела это все дело оформить. И вот тут сейчас эти все иксы надо вводить. Так, вот отсюда я икс убираю, он мне не нужен. Не надо вводить в двух местах иксы, чтобы они разные вещи обозначали. Вводим. Подумайте по поводу середины А, Б и Ф лежат на средней линии. Тут как бы надо это дело обмозговать. Ну, то есть, смотрите, что надо сделать. Тормально. Проведите просто прямую. Вот не буду пока отвечать. Вот как подумать? Мы же знаем, что средняя линия параллельна, да? Проведите прямую через точку Ф параллельное БЦ и АД. Да? Смотрите. Проведем. И получается, если у вас получится после этого доказать... На самом деле у вас получится. Это правда. Но если у вас получится после этого доказать, что вот здесь вот отрезки равны, то это будет средняя линия. А как это получится? Смотрите, прямая параллельна. Значит, вот этот угол фиолетовый, значит, этот угол фиолетовый. Значит, вот этот треугольничек равнобедренный. Потом с зелененьким поработаете. В общем, я вам дала подсказку. Правда ли это ответ? Правда. Почему? Подумайте. Прикольно, что вы это заметили. Медиана из совершенно прямого угла. Да, это в итоге получится медиана. Но именно проводить надо не медиану. Тогда вам придется доказать, что медиана лежит на прямой, параллельной. Лучше сделать вот такое построение. Проведем параллельно, а потом докажем, что здесь середина. Ведь если отрезок параллелен, и тут середина, то это средняя линия по признаку. Средняя линия – это не только отрезок, сняющий середину противоположных сторон. Также можно признаком воспользоваться. Типа, если параллельно, плюс с одной стороны середина. Значит, средняя линия. Так вот, проводите параллельно. К нашей задаче это вообще никак не относится. Все, я вам все подсказала, коммунат тут понял. Да-да-да, последняя. Успокойтесь, последняя. Погнали. Угол BAF равен углу FAD равен XU, так как AF биссектриса. В этот же пункт угол ABF. Зелененькие пошли. Равен углу FBC равен Y, так как BF биссектриса. Сюда же про односторонние. Угол в буквенном виде сначала. Угол BAD и угол ABC. Помним, что если односторонние, всякое такое, надо параллельное прямое писать. И секущую односторонние при ABC параллельной AD и секущей AB. Следовательно, угол BAD плюс угол ABC 180. Все обосновало. Подставляю свои. 2X плюс 2Y равно 180. Это все нужно. X плюс Y равно 90. Дальше. Второе. Треугольники BAF. Я доказала, что треугольник прямоугольный. Иду в последний пункт. Еще раз говорю, что треугольник прямоугольный. Треугольник ABF-прямоугольный. И пифагорчика. И конец. С вас ответ. То, что он прямоугольный, я только что доказала. Второй раз не объясняю. Тифагорчик пошел. AB квадрат. Нет, потеряем тифагор сначала. ABF в квадрате равно. ABF квадрат плюс FA в квадрате. 24 квадрат плюс 32 в квадрате. 8 на 3, 8 на 4, 8 на 5 будет ответ. То есть 40. 8 на 3 в квадрате. Опять подобен египетскому. 8 на 4 в квадрате. 8 квадрат на 3 квадрат плюс 8 квадрат на 4 квадрат. Может быть, вы освоите рано или поздно умный счет. 3 квадрат плюс 4 квадрат. 8 в квадрате на 9 плюс 16. Это 8 в квадрате на 25. AB равно корень из 8 квадрат на 25. Корень из 8 в квадрате это 8. Корень из 25 это 5. Это 40. Доказать то, что бисектрис с односторонних углов перпендикулярно плюс Пифагорчик. Это коротко по поводу этой задачи. Рассмотрим? Можно. А что я где-то пишу? Рассмотрим? Не надо писать. Рассмотрим. Зачем лишние слова? Я ничего слова больше делал. Да. Для этих. Для ненавистников алгебры. Смотрите. И любители геометрии. Геометрический способ. Смотрите. Бисектриса, бисектриса. Продлеваем. Вот одну продлили. Вторую не обязательно. Сейчас двумя запутаемся. Давайте продлим. Сейчас. Подождите. Вот. Вот эту я остановлю. А вот эту продлю. Мне кажется, вот с верхней боли очевидно будет. Смотрите. У меня снова. Бисектриса отсекает равнобедренный треугольник. Вот эти равны, как накрест лежащие. Доказала. Значит, вот этот треугольничек равнобедренный. Из-за того, что в нем два угла равны, я только что доказала через накрест лежащие. Из-за того, что он равнобедренный, у него боковые... Ну, он равнобедренный, у него боковые стороны равны. А это бисектриса из вершины к основанию равнобедренного треугольника. Начало седьмого класса. Бисектриса является высотой. Геометрическое доказательство этого факта. Так. Да, наверное. Мне кажется, геомой больше писать надо будет. Я и так, и так пыталась. Геомой красивше. Но, не знаю, мне кажется, алгебры больше народа поймет, если честно. Можете так записать. Еще раз повторю. Давайте. У нас все заканчивается. Мы уложились. Ой, я же отменила сегодня занятие. Можно было не укладываться. Я забыла, что я отменила занятие. Представляете? Значит, была бисектриса, была бисектриса. Я продлила одну. Потом такая. Вот этот угол равен этому, как накрест лежащий при параллельных прямых. Это знание. Мы его доказывали в предыдущем в параллелограмме. Бисектриса отсекает равнобедренный треугольник, короче. Если там параллельные прямые. Значит, этот треугольник равнобедренный из-за вот этих двух углов. А у меня бисектриса, проведенная из вершины к основанию, значит, она является высотой. Конец. Нет, нет, нет. Все, у нас следующие девять задачи. Вы что, с ума сошли? Все решили за один день? Это на щелчке будет. Кстати, возможно, я не знаю, какой щелчок. Может быть, я просто эти вебы в записи выложу. Зачем все разбирать 53 раза? Ну что, ребят, пишите, как вам? Как оно? 9 из 18 готово. С вероятностью 1, 2 вы решаете 23 номер. Ну, естественно, по столу вы отработаете, сделаете домашку. Домашку будет те же самые задачи с другими числами. На экспертную проверку дам 2-3. Ну что, круто же. 2-3 задачи эксперт вам проверит. А прошу единственное. Когда вы делаете домашку, не переписывайте с конспекта. Это никому не нужное действие. То есть пишем буквы, меняем числа, меняем. Нет, это бесполезное занятие. Вы еще раз пересматриваете конспект, потом его закрываете и пишете с нуля. То, что вы перепишете мое решение, подстроив свои буквы, ну, сколько это процентов повышения вашего уровня в геометрии? 5, 3, я не знаю. Осмыслили еще раз перед деланием домашки, пересмотрели конспект, закрыли. Делайте с нуля, пожалуйста, иначе смысла почти ноль. Все супер, я в шоке. Здесь это приятный шок. Ждем среду, да. Дожить нам до среды в хорошем состоянии, прийти в тонусе. В идеале, если вы хотя бы начнете делать домашку, понятно, что вы, скорее всего, все не успеете. Возможно, кому-то из вас придется пересмотреть вебчик или хотя бы куски веба. То есть сейчас кажется, что все понятно, а потом подзабудется. Вот. Ну, такое может быть, и это абсолютно нормально. Мы все-таки вторую часть сейчас с вами боты. 23-24 в моем понимании надо решать 100%. Неизвестно, что там с этой алгеброй будет. Забудьте ВОДЗ в 21-ю написать. Короче, геома может спасти, это 100%. Геома не сложнее 22-го номера, это 100%. Поэтому мы ее не списываем со счетов, неважно, на каком уровне сейчас в вашей геометрии. Время еще есть. Все, ребят, всем спасибо. Я была очень рада, что мы с вами наконец-то увиделись. Неделю я вообще ни с кем не виделась. И я надеюсь, что мы продолжим так же круто ботать, работать. И с вас 100 лайков. Есть они, нет? Сейчас, подождите, я обновлю страницу. Нет 100 лайков. Это типа все. Это все. У меня ничего не обновляется. О, 112. Все, молодцы. Вы красавчики. Не останавливайтесь на достигнутом. В общем, ставьте еще лайки, кто не поставил. 22-ая. Миллион вопросов. 22-ая уже есть на этом канале. Этого года. Три веба вместе с 11-ом 4. Если вы не шарите в номере 11-ом, посмотрите сначала по 11-ому номеру вебчик. Там можно также подключить интенсив. У вас также будет экспертная проверка. Хорошие вебы. Все счастливы, кто их посмотрел. Все, ребят, всем пока. То есть у нас разобран 22-ой, 20-ой полностью сейчас. Сейчас будет 23-й и 24-й. Останется только 21-25. Смотрите, как замечательно. Все. Всем пока. Увидимся в среду, потом в четверг, потом в воскресенье. Вот расписание интенсива. Кто не подключил, обязательно подключайте. Ссылка под этим вебинаром на подключение. Там сначала строчка условия, потом как подключиться к интенсиву. Ничего сложного. Вы справитесь. Я вас верю. Все. Всем пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok